Продолжаем. Итак, всем привет! С вами доктор Венкмен. В очередном аналитическом стриме мы рассмотрим хардкор как явление хардкорной игры и постараемся ответить на интересующие многих вопросы по поводу хардкорных игр. И в частности, наверное, слово хардкор вы сегодня услышите не одно, не один раз. Со мной сегодня Мельстром, Брикман, Кайн и Амкол. Всем привет! Ну так, давайте начнем с того, что я покажу, что фоном сегодня у нас будет. Фоном у нас сегодня будет такая вот незамысловатая игрушечка, которая вышла не так давно. Ну и многие считают её довольно хардкорной. Не знаю, у многих, наверное, к ней своё собственное отношение. Ну, это Супер Мидбой. Надеюсь, он не будет громко орать и заглушать наши разговоры. Джо, да ладно много, всего пять человек. Так, и вот первое, я как бы сейчас немножко беседу подтолкнул. И что меня интересует, что лично для моих гостей сегодняшних, это именно хардкорные игры. Можете приводить примеры игр, можете самоопределение хардкора дать своё, как вы увидите. Ну, немножко от себя, конечно, скажу, что для меня хардкорная игра, это прежде всего игра любого жанра, может быть, которая даёт какой-то челлендж, будь то, которую достаточно сложно играть, но в процессе познавания можно, конечно же, очень хорошо её либо заучить, либо механику как-то выработать, выработать особый приём геймплея. Вот пример для меня вот игры такой может быть, это, например, мегамены. То есть, если ты игр... Ты, в принципе, что-то теоретически можешь выработать механику игры и даже проходя новую часть первый раз, скажем так, не подыхать на каждом боссе. Ну, у кого какие мнения будут, но я пока, пожалуй, начну. Я лично с тобой, в принципе, во многом согласен. Особенно, что мегамены можно, как пример, привести, потому что, как сказать, они... их нельзя пройти... Что-то случилось? Какие-то проблемы со связью. Просто так, с налётом, по крайней мере, если играть первый раз. Потому что, если переть на боссов просто так, без тактики, то, естественно, ты будешь от них рвать. А что, я заикаю, что ли? Алло. У тебя сейчас кажется... А что там со звуком-то? Ну, целая часть фразы ищет. Да, пропал куда-то. Да, повтори, наверное. Так, сейчас меня лучше слышно, не заикаюсь. Сейчас хорошо. Да. Вот я говорил, что, как сказать, с тобой согласен во многом, что мегамены-то такая игра, которую, если, как сказать, проходить первый раз, то с налётом не пройдёшь, потому что нужно подобрать к боссам тактику. То есть нельзя просто напролом их гасить. Надо обязательно следить за их поведением, вырабатывать стратегию. И это для меня тоже является в какой-то степени как-то частью определения хардкора, то есть умение быстро находить стратегию нужную, искать там слабость и всё в этом роде. Вот. Я так считаю... Можно я скажу по этому поводу? И как пример тоже хардкор. Сейчас все по очереди. Ну, давай, Жень. Так, ну, лично я могу сказать, что я не согласен с тем, что мегамены-то хардкорные игры. Я считаю, что хардкорные игры — это именно игры те, которые полностью... Во-первых, это те игры, которые может пройти очень малое количество людей. То есть я не знаю, там, ну, в процентном соотношении очень мало. Во-вторых, хардкорные игры — это самые сложные игры, как бы, должны быть на приставке. Ну, то есть, например, топ-10 самых сложных игр. Эти игры, которые не могут пройти другие люди, которые реально проверяют силу, скилл игрока. Мегамена, ну, в принципе, как и BattleTuts. Если захочется, может пройти, в принципе, довольно-таки любой человек. Главное — просто потренироваться, научиться. Что касается меня хардкорных игр, то тут уже всё гораздо сложнее. И эти игры не любой сможет пройти, да, если захочет. Ну, тут такое мнение. Так, ну, теперь я для начала хочу сказать, что у нас здесь софткорщиков нет вообще. Компания такая, что все вроде бы хардкорщики, но взгляды на хардкор, как видите, различаются. Для меня лично хардкорные игры — это игры в основном с высокой ценой ошибки. То есть там, где её нельзя пройти тупым нахрапом, пускай даже с огромным количеством поражений, но пройти. И я вот не согласен, что хардкорные — это только вот слой из нескольких самых-самых таких сложных игр на определённой платформе. Во-первых, потому что сложности, она очень разная, бывает. Во-вторых, потому что это... Потому что я считаю это очень такой позицией, ну, немного нагловатой. Типа, все, кто не могут пройти эту игру, они не хардкорщики, они фигня собачья. А хардкорных игр, если к ним относить всего ничего... Так, ладно. С СК-2 подтянулся народ. Привет. Тут у нас разговор про хардкор. Ну, а МКОЛЬ теперь? КОЛЬ! Ну, я тут согласен, в принципе, с тем, что хардкорные игры не дочинут, что их на правом не пройти, что нужно выработать тактику. Но лично мне в этом плане добавить, пожалуй, нечего. Ну, мне вот кажется, что сложность можно адекватно оценить только при первом прохождении. Потому что, все-таки, когда уже прошел игру несколько раз, то все-таки ты уже ее очень хорошо знаешь, и проходится она намного легче, и все-таки, мне кажется, сложность уже сбавляется. Допустим, вот тот же вот Мегамейн говорит, что он легкий. Я тоже согласен с тем, что он легкий. Вот для меня он сейчас очень легкий, любая классическая часть, ну, кроме восьмой, в которой я не играл. Но тем, кто играет в первый раз, она легкой не покажется, даже если они очень хардкорные игроки, они все равно там будут много умирать и вырабатывать стратегию. Именно поэтому я и говорю, что она тоже можно отнести к хардкорным, потому что так просто ее не пройти. Но еще могу добавить, что игры стоит разлить вообще на хардкорные и мега-хардкорные. То есть, и на мега-хардкорные, тогда вот это глуподезительный сыр, который реально уже существует. Я, кстати, хотел поэта сказать, что хардкор это как бы не высшая категория игр. Просто вот ты говоришь мега-хардкорные, я называю просто маразматически хардкорные. То есть, например, та же Макаймура, где просто-напросто на тебя давит нечестность и рандом, и вообще жизни нету, ничего нету. И просто какое-то издевательство играть в эту игру, вообще не что проходить. Мне кажется, нету смысла в Макаймуре. В Макаймуре все зависит от скилла игрока. То есть, да, там есть рандом, но я сразу, я до стрима Макаймура сказал, я его пройду, потому что я знал, что я ее пройду, и никакой там рандом меня не установит, и что у меня получится. То есть, в основном, я считаю, что все зависит от скилла игрока. В основном, это очень редко, когда есть такие моменты в играх, ну не знаю, может какие-то RPG-элементы, когда от уровня игрока ничего не зависит. Ну, на самом деле. Ну, даже то же самое рассмотрим, то же самое у Макаймура. Вот там есть монстр, например, в пятом уровне. Я знаю, что он сейчас, этот монстр летит на меня. Я знаю, что через определенное количество времени он движется по траектории. Он полетит вверх. Поэтому я знаю, что мне не надо оборачиваться на него, чтобы убить, потому что через такое-то время он полетит вверх. Я знаю еще какое-то поведение этих монстров. Они появляются рандомно, но они себя ведут как-то определенно. Это как бы ты изучаешь их поведение. Ты изучаешь как поведение вот этих троллей, например. Ты подходишь под тролля. Тролль в это время идет два направления. Либо влево, либо в право. Тебе надо убрать его с этого направления, ты его опять смещаешь в другую сторону. Подходишь под него, он опять изменяет направление. То есть, это все как бы, весь этот рандом состоит из определенных элементов, которые как бы являются нерандомными. И который надо вот это предугадывать То есть в принципе все можно пройти Я с тобой тут Не согласен В том что Это не рандом Рандом это как минимум Случайно сгенерированные уровни Монстры генерируются рандомно Но у них есть поведение определенное Как там монстры генерируются рандомно Ты точно знаешь Что вот там в Макаймуре Из-под земли вылазят гомби Сейчас кто не знает Макаймур это японская версия Густен гоблин На Дензи В которой нет контину Ну и вот Ты вот знаешь что На таком то уровне На таком то участке Будут такие то враги То есть о каком рандоме здесь Рандом заключается в том Что неизвестно из какого места они вылезут Неизвестно сколько Ну то есть неизвестно сколько их будет Убьешь одного появится другой в абсолютно неизвестном месте То есть в этом заключается рандом Ну это весьма такое примитивное определение Ну рандомные не ну естественно Это до рандома далеко Вот я тебе скажу вот как раз Тот самый Донжон Кроуз Там все вот ты начинаешь новую игру У тебя все уровни Совершенно новые Неизвестные тебе Вот это Это рандом И вот я считаю тут Как раз Скилл проявляет себя Во всей красе То есть умение не зазубрить Всю последовательность врагов А умение Изворачиваться на ходу Да кстати мне тоже кажется Надо Как сказать Немного конкретизировать Понятие скилл И Что это вообще из себя представляет Мне вот например кажется Что Скилл это Не Как сказать Запомнить всю игру допустим Изучить ее Все запомнить до До конца досконально А это именно Реакция игрока Там Умение его Приспосабливаться К Новым ситуациям Умение Быстро Выходить Находить нужные паттерны Все в этом духе А вот это вот Запоминание Повторение многократно Одного и того Одних и тех же участков Это по моему Ну можно назвать Как задрачивание Ну или как-то Каким-то слом Который Аналог В СК2 ТВ Пишут что Скилл это Побочные явления Задрорства Нет Не знаю Совсем не так Я могу сказать Что скилл игрока Проверяется То есть Скилл Ну понятие такое Скилл игрока Проверяется Проверяется Хардкорными играми То есть Если человек Может пройти Хардкорную игру Конкретно Берется игра Очень сложная И проверяется его скилл Если человек Не может пройти эту игру Значит его Ну как он не пытается Но не пройти не сможет Значит его скилла Недостаточно Для этой игры Если он эту игру Пройти может То пожалуйста То есть проверка скилла хардкорщика, это прохождение самых сложных игр. Тех игр, которые не могут другие игроки просто взять и пройти. Ну, задротство я бы так сказал. В любой игре, ну, это в любой игре, хоть в рандомной, хоть не в рандомной, хоть вообще, хоть в любой существующей, хоть в ту, которую ты назвал, вообще, в абсолютно любой игре. То есть умеет игрокам приспособиться к игре и пройти ее. Любую игру, абсолютно, независимо. С тобой я тут согласен. Просто задротство я бы отнес скорее к к тому, что скилловый игрок пройдет быстрее, а задрот просто будет долго-долго мусолить игру, пока наконец не пройдет. Вот и, кстати, что можно заигрывать игру неделями просто-напросто или месяцами, а потом пройти всем и... Я думаю, что если задрачивать какую-то игру месяцами, а потом ее пройти, то это значит, что ты мега-хардкорный игрок. Я думаю, это просто-напросто ты сидел и задрачивался. Ну, Брика, мы позавляемся достаточно время, может любой пройти. Слез, я один. Тут уже пишут, что... А, нет, тут уже некоторые задротства в прямом смысле понимают. Это неизбежно. Надо просто какое-то другое слово найти, аналог. Ну, лично вот мое, как я понимаю, кто такие задрот? Задрот это те, кто играют в... Ну, во-первых, это самое главное, кем является задрот? Это те, кто играют во всяком ММОРПГ, ну, ты, например, ты играешь каждый день по 5 часов, то есть ты по 5 часов сидишь каждый день за этой игрой, ну, вообще, за любой, допустим, и проходишь, 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 там, что-то в этом роде играешь. То есть, когда ты долго, очень долго играешь в одну игру, там, месяцами, там, чуть ли там, может, даже годами. В основном это относится к ММОРПГ. Также задротство можно отнести, как бы, к тем, кто, ну, во-первых, киберспортсменам, которые являются, там, чемпионами Паверкрафта, там, по Доте, но это, как бы, это уже их профессия. То есть они тоже сидят, задрачивают эти игры, полностью одну игру изучают досконально, все мелочи в этой игре, но они уже, как бы, являются профессионалами, это уже их работа. А ты шире, шире понимаешь. Ну, вот смотри, вот ты сейчас привел две такие достаточно разные вещи. Вот, допустим, в той же ММОРПГ задротство, это что, по сути? Набор уровней? Да, то есть, смотрите, вот в ММОшках, там твоя крутость зависит не напрямую от того, как ты действительно круто играешь, а зависит от того, сколько ты времени в этой игре провел. То есть, если ты первого уровня, ты там никого просто так не победишь. Ну, тут задротство задротство не является совсем скиллом. Скилл, то есть, игрок, как бы, профессиональный игрок и задрот, это, как бы, разные вещи. То есть, я имею в виду, смотри, вот в той же ММОРПГ-шке ты не станешь крутым, если не будешь проводить много времени за игрой. Да. В какой-нибудь, там, ну, Макаймури или, там, какой-нибудь соревновательной игре в тех же стратегиях, файтингах и так далее, ты гипотетически можешь круто играть, но при этом мало времени проводить в тренировках. То есть, здесь эти понятия не напрямую коррелируют. Ну, я могу сделать отсюда вывод. Задрот, это не всегда является профессионалом. Вот уже профессионал тоже может быть не задротом. То есть, ты хочешь сказать, что задрот, это тот, кто тратит очень много времени на игру? Да, каждый день сидит, часов по пять именно играет в эту игру. Слушай, а вот скажи, сколько ты тренировался перед прохождением своей вот этой вот Макаймури? За деньги? Я потратил часа 24 на восстановление своего скила. Ну, то есть, часа 24, это если брать чистое время. Ну, я... Про какой скилл тогда ты сейчас можешь говорить, если только что сейчас... На восстановление. Стоп, это даже ты сказал на восстановление. А сколько ты потратил для первого прохождения? Месяц. И вот как ты себя после этого считаешь лизадротом? Или нет? Я себя считаю более профессионалом. Потому что, например, некоторые люди могут играть в Макаймури, вообще, отыграют в игру, например, годами, и не могут ее пройти. Ну, то есть, я не знаю, там, много таких примеров, что вот играть. Я даже видел когда-то там какого-то человека, который писал на форме, что вот он прошел первого Бэтмена, прошел его за 11 лет. Ну, то есть, потратил на 11 лет на прохождение первого Бэтмена на NES. И он очень этим гордится, что он прошел первого Бэтмена. Ну, блин, я его не знаю. За один день могу пройти, за два дня, если я в него никогда не играл. То есть, вот в чем дело. Ну, один месяц потрачен на игру, это я не считаю, что это прям-таки много. Ну, не, ну ты вот сейчас опиши, тут сейчас смотрят достаточно много людей, которые не знают, что такое Макаймура, поэтому лучше тебе описать, что это за игра. Ну, описать. Я думаю, лучше все будет скинуть ссылку на мой стрим, и чтобы уже люди посмотрели. Ну, я могу описать, в принципе, что это за игра. Это игра, короче, выпущена в 86-м году на приставку NES, и в принципе сама игра рассчитана на уничтожение игрока. У них вообще вся серия так рассчитана, только потом они уже в дальнейших частях дали сложности. В игре в этой нет абсолютно нет континью, там тебе дается изначально три жизни, и ты должен пройти игру два раза подряд, шесть уровней. То есть, шесть уровней разы, потом еще шесть уровней два, и все это с одной полоски жизни. В игре появляются рандомные враги, которые появляются бесконечно, то есть, если ты на одном участке остановился, и на тебя прут-прут-прут, то есть, она как можно быстрее успеть свалить на другой участок. То есть, там смотри, всего несколько жизней на все прохождение, при этом... Ну, там можно взять жизни, да. Ну, да, за очки, я помню, за что-то там еще. Но там же всего два касания, и доспехи редкие очень. То есть, вот так вот. То есть, в принципе, игра одна из самых сложных на Денде, да? Ну, одна из самых сложных. После того, как выяснилось, место расположения брони в доме троллей, которую я не знал, как выяснились в дополнительной жизни, которую я тоже не знал, когда проходил игру в 2009 году. Ну, она очень сильно в сложности упала. Тут сейчас мы даже, ну, вот это еще потом возьму эту тему, мы, в принципе, в Денде Forever планируем создать список топ-10 самых сложных NES игр. и список... Вот тут, сейчас, к тебе вопрос. Ты удовольствие от игры получаешь? Да. То есть, ты этот месяц, в принципе, был доволен. Я, ну, как, я получаю удовольствие и от игры, и именно, и потом в итоге я был очень доволен от результата, что я ее прошел. Просто, вот я не могу, вот я знаю, что есть люди, которые просто играют в игры. Это не важно. Особенно, особенно современные игры пока берут какой-то там Call of Duty, играют, он там над средним сложности. Я вообще, абсолютно никакого удовольствия от игры на среднем я бы не получил, потому что я, по крайней мере, понимаю, что средний уровень сложности даже не максимум, что создали разработчики. Я вообще бы никакого удовольствия не получил. То есть, как бы, прохождение, но чего-то там неполного. Я это так как-то считаю. То есть, если проходить игры, то только на максималке. это мое мнение. Да. Я насчет этого вот что скажу. Ты сказал, что потратил месяц. Я вот это уже считаю задротством, потому что даже несмотря на то, что ты проходил очень сложную игру, ты все равно провел громадное количество времени. Да, но я не играл у меня по 5 часов в день. Я играл, ну, у меня так было и сессия, и курсовая. Ну, я не знаю, ну, хорошо, допустим, я играл часа по 2 в день. Ну, это, ну, просто тут еще какой-то... По 2 часа в день на протяжении целого месяца. Нехило. Это понятно. То есть смысл. Если человек, допустим, играет на протяжении этого месяца по 2 часа в день то есть он тоже тратит 2 часа времени. То есть я лично считаю, что задротство, ну, не именно непрофессиональный уровень игрока, не скил, а именно задротство измеряется количеством времени, проведенного игроком в день за компом. Ну, да, это вот если ты уже 5 часов сидишь, это довольно-таки много слов. Уже можно назвать задротство. Тут спрашивают те, кто играет в игры ради сюжета на средней сложности лохи. Нет, они не лохи, они попросту не хардкорщики. Они не хардкорщики. Я лично жду второго вопроса, думаю, первый уже сказан. Да, ну, я тоже, вот я хотел как раз на чате про уровни сложности говорить, что я о них думаю. Начать, Ну, собственно, что уже может себя представлять максимальный уровень сложности? Есть же игры, в которых максимальный уровень сложности добавляют новых врагов, боссы, там, враги начинают вести себя немного иначе, более сложная тактика у них. А есть максимальный уровень сложности, в которых просто, скажем, нету континуум, меньше жизни и меньше удара. Кстати, да, чем достигается сложность? Ну, это, я думаю, будет последующий вопрос уже. Ну, да, мы к нему вернемся обязательно. Вот сейчас вот у меня такой вопрос, немножко вы, наверное, может он показаться всем довольно банальным, но играли в детстве, вот именно в детстве, специально в игры, потому что они хардкорные, и вообще в хардкорные игры в детстве играли, вот, чтобы вот пройти, вот как Женя сказал, то, что вот он хардкорными считает игры только те, которые вот пройти никто не может. Вот у него в детстве, например, такое было, то, то, что вот он считал долгом, например, пройти ту игру, кто рядом вообще никто, ну, в доинтернетовскую эпоху, скажем так, кто вот рядом никто не мог пройти, например, или что-то вот типа такого вот. Ни у кого такого не было? Ну вот я хотел бы первым ответить на этот вопрос. Ну, во-первых, в детстве, я помню, у меня были раньше картриджи, ну, естественно, Dendy, картриджи, их было не так тоже много, нельзя было просто скачивать игры, но вот в детстве было всего две игры, которые я не прошел. Первая это была Макаймура, и вторая это была Холидайвер. Все остальные игры, которые у меня были на картриджах, я проходил. Я еще когда шел в обменник, ну вот я помню, когда ходил, там можно было менять картриджи за определенную сумму. Я сейчас спрашивал, какая у вас там самая сложная игра, то есть дайте ее мне. Ну, тогда я могу сказать, ну, я как бы любил сложную игру, но тогда еще не был профессионалом, то есть сейчас я играю намного лучше, то есть я просто понял, что к игре нужно подходить в основном, чтобы профессионально играть в игры, ей нужно более подходить к игре, как к программному коду. И то есть надо рассматривать все позиции, изучать все тактики, все возможные подходы, ну, то есть относиться к игре больше как к программному коду и понимать именно строение свободы движка, почему происходит в этот момент, например, вылазит этот враг, почему он не вылазит, не появляется, то есть изучать вот такое. А тебе не кажется, что такой подход ценность игры немножко убивает, как бы? Я, как бы, во-первых, я всегда являюсь игроком на результат. То есть, я, например, могу даже за себя сказать, я прохожу файтинги. Файтинги, да, то есть я ищу себе стратегию, по которой прохожу эти файтинги, максимальное сложности, причем все. Если эту стратегию для себя нашел, я буду самым эффективным, я буду играть по ней. То есть, красоты я делать абсолютно не буду. Мне абсолютно плевать, насколько красиво будет выглядеть. Главное, что будет эффективным. То есть, что мне компьютер не сможет ничего сделать. Насколько это будет зрелищно, не зрелищно, мне все равно. Поддаваться, как бы, не буду. Ну, то есть, уже было не раз, что мне пишут, что ты однообразно играешь файтинги там и прохожу. Я не буду поддаваться, например, этому компьютеру, потому что они считают, что я ему должен поддаваться. Кстати, вот насчет файтингов, хочу сказать вот что. Тут вот тут такая позиция, что, мол, даже в игре против человека спамить, то есть, использовать однообразные приемы, это вроде как нехорошо. Это мнение бытует в основном у игроков плохого уровня, которые, мол, я играю красиво, а вот ты одним ударом меня замочил, ты засранец. мастера говорят наоборот, что все средства хорошели, и если подходит тупая тактика одного удара, значит, так играть и надо. И еще я хочу сказать, что вот мне тоже доставляет удовольствие частенько поиск тактики для убийства какого-нибудь там врага в игре. Имеется в виду, когда игра с первого раза мне не дается, приходится тщательно все анализировать, тщательно анализировать поведение врага. Я не считаю, что изучение игры глубокое, чтобы ее победить, это убийство интереса. Вот я тебе хочу ответить на этот вопрос про играли в детстве игры. Да, конечно, я тоже любил в детстве хардкорные игры, Макаймура у меня, правда, не было, и я думаю, к счастью. Профессионалами себя здесь никто не называет, не надо. Да, это... Послышалось. Как сказать, тут еще такой фактор, что я вот обычно проходил игры на высоких возможностях, если мне было приятно играть в игры, то есть мне какая-то игра нравится очень, я в нее играю много, и естественно, мне хочется пройти на сложности, как-то усложнить себе задачу. Был даже такое, что сам себе придумывал челлендж, когда уже усложнять игру было некуда. Как пример могу привести, там, Низи Гайден 3 с коротким мечом, допустим, проявить, или там Power Blade 2 без костюмов тоже. Ну и играл, потому что было приятно играть в игры, и, как сказать, вот это вот... Это было подродство, да, я согласен, но оно, как сказать, доставляло такое удовольствие, как сказать, для души, потому что играл для себя. А вот я вот не понимаю, как можно играть, допустим, в ту же Макаймуру, в какую-нибудь игру, в которой, откровенно говоря, которая слаба, в которой много косяков, очень глюков, и получать от этого удовольствие я не могу просто. Просто не все. Вот насчет челленджа я тебя не совсем понимаю. Для меня вот отказ от, типа, пройти игру без такого-то оружия, для меня это не то, что усложнение, для меня это обеднение игры. То есть, если изначально игра для меня разнообразна, там можно использовать такие-то вещи, такие-то вещи, то игра без них мне лично неприятна. Я лучше... Если я захочу сложности, я подыщу себе другую. Можно я сушу по этому поводу? Давай. Вот, взять того же Мегамена. Вот, мне кажется, вот как раз наоборот, если использовать эти дополнительные возможности, то игра может прослечься неполностью. Например, Мегамен. Ты используешь дополнительное оружие, ты быстро забиваешь босса, ты не видишь все его тактики, да, можно завалить просто на пролом почти всех боссов во всех Мегаменах, если бы это уже проблема баланса, когда игра из очень сложной внезапно превращается в очень легкую, тут интересуются, удивляются, что вы Мегаменах хардкорным считаете? Ну, опять же, у нас просто разные понятия хардкора, поэтому так. Хардкор не самая, мегамена не самая простая игра, так скажем. Ну, если мне первый раз играть? Ну да, тут опять же тот самый баланс сложностей. Играя сложной, быстро превращается в очень легкую. Так, ну давай я скажу насчет ограничений в играх. Ну, можно сказать, что, во-первых, я для себя, если в игре, для меня ограничения в игре устанавливают разработчики, то в игре есть определенный уровень сложности. То есть, я на этом уровне сложности прохожу игру и все. Я никогда себе не буду, никогда себе никогда не устанавливал и никогда не буду устанавливать какие-либо ограничения. То есть, пройти игру без такого-то оружия, если в игре это оружие есть. Если будет уровень сложности, там, супер-мега-харт, в котором это оружие не дается, тогда, конечно, просто так, если оружие использовать можно и оно есть. Я никогда себе не буду играть без оружия или еще какие-либо ограничения, никогда, потому что считаю, что уровень сложности должны устанавливать разработчики, выбором уровня сложности в игре, ну или отсутствием как такового. Своим балансом. Тут вот спрашивают... Ну вот, сохраняясь только в начале уровня, здесь уже играть становится поинтересней. Ну, я также считаю по этому поводу, что все сейвы устанавливают разработчики. То есть, если в NES-играх нет сейвов, то использование сейвов эмуляторных является читерством. В таком случае в игре должна быть... ну, в таком случае есть в играх система паролей. То есть, в NES-играх есть система паролей, пожалуйста, используй. Есть игры в NES-играх, ну, с батарейками. То есть, система батарейки эмулируется, пожалуйста, с системой батарейки, но никаких эмуляторных сейвов. Что касается обычных игр, то то же самое. Разработчики выбирают либо делать в игре сейвы, как, например, в Сталкере. Можно сохраняться в любой момент. Я проходил так Сталкер, сохраняясь чуть ли не каждые 10 секунд. Не потративая ни одной аптечки на максимальную стоимость. Я первый раз. Это вот сохранение, считаю, вещи неинтересные. И вот только этот метод искусственного усложнения игры признаю. Ну, либо в F4D, эксперт-реализм, вторая часть, сейвы, ну, вообще нет сейвов. Там можно просто выставить сначала уровня, любой уровень. Уровень надо проходить с начала до конца. Сделали разработчики, что нет сейва, вот проходишь без сейва. То есть, все устанавливают разработчики. И балансы, в том числе, я так считаю. Ну, играть же надо не как программного кода, а для себя как бы играть, для души, чтобы тебе нравилось, чтобы тебе интересно было. А мне нравится, ну, как устанавливают разработчики. То есть, мне наоборот, не нравится себе что-то дополнительное навешивать, какие-либо ограничения. Ну, вот ты проходишь, вот как разработчики делают, и чувствуешь, что, ну, слишком легко. Все, не балансы, к другой игре. Нет, я перехожу к другой игре. Для меня все, эта игра закончена. То же самое, что и Макаймура. Я ее прошел, все, она меня больше не интересует. Тут же вопрос в другом, что если ты, например, играешь в такие игры, как постоянно, или Warcraft, например, посетили в Tekken, там, ну, с друзьями, там, в основном уже игры один на один против людей. То есть, естественно, ты себя там совершенствуешь, ну, или еще что-то, ну, тоже не ставишь ограничений. А что касается игры «Человек против компьютера», ты прошел игру, все, ну, на том сложности, с которой сдали разработчики, перешел к другу в игре, про ту забыл, потом следующее, следующее и так далее. Тут у меня возникает какая-то ассоциация какого-то, вообще, бездушного игрока, который игры проходит вообще неудовольствие. Ну, я хочу сказать, это получается, что, Женя, для тебя, получается, игра это как работа, да? Как работа, от которой ты получаешь удовольствие. И вот, прошел эту игру, все. Ну, вот, лично мне игра нравится, я вот ее люблю перепроходить, скажу, мне их очень нравится, поэтому вот такого я понять, к сожалению, не могу. Вот тут спрашивали, кстати, если вы игру перепроходить собираетесь, вот нравится вам игра, то обязательно тоже хард выбирать? Или вот можно на изи, на нормале перепройти? Ну, в основном, я перепрохожу, если играл вдруг на нормале, то перепрохожу уже на харде. Если на харде прошел уже изначально. На харде? Ну, еще раз перепройду на харде. Ну, или там может... Смысл на легкой сложности перепроходить. Какой-нибудь экстра хард. Так, а вот тут еще такой вопрос интересный всплыл, что самая хорошая мотивация прохождения это трофеи. Кто, у кого какие по этому поводу мысли будут. Ачивки, что ли? Да. Ну, смотря что требуют. Иногда требуют, требования просто запредельные бывают, что не хочется стараться. Может, что это даст, кроме как значка какого-то там в углу. Ну, да, ачивки должны быть интересными. Ачивка там, скажем, убей миллион врагов, это, по-моему, полный бред. А вот, скажем, ачивка пройти этот уровень не таким способом, а другим, не знаю, найти какой-нибудь секрет. Ну, что-то в этом роде. Не убив там ни одного врага. Да, как в софи тоже. Да. Вот так, скажем. Вот интересный вопрос задали. А игры вами проходятся ради преодоления сложности игры или же сам геймплей сюжет? Ну, в принципе, содержание всё же важно. Для меня... Hardcore это часть геймплея, можно так сказать. То есть, если я играю в игру, где Press X to win, я сплю на ходу. Для меня это, как сказать, балансы того и того с преобладанием геймплейной части. Я сам очень много времени на игру не люблю тратить там месяцами за одной игрой, мне неприятно сидеть. Но считаю, что в игре должна быть игра, игра должна бросать вызов. Иначе это не игра, а сюжет в виде книги, разбавленный ещё каким-то там нудным времяпровождением. Ну, я могу сказать, что сюжет, как вообще, сюжет таковой красивый в играх. Ну, может, уже начиная с Sony PlayStation 1, там Dreamcast, в принципе, тогда уже там, да, тогда я обращаю внимание на сюжет. В принципе, NES игры, в основном я смотрю на геймплей, потому что, ну, чтобы в NES играх был красивый сюжет, но это редкость. Я не знаю, там, ниндзя-хоты какие-то со своим сюжетом или ещё что-то. Таких игр на NES очень мало. Поэтому для меня это NES в основном геймплей. Ну, NES это естественно. Ну, не тянет сюжет ниндзя-гадена на сюжет того же Resident Evil на серию. Там вообще он никакой по сравнению с тем сюжетом, с той драматургией, которая, например, в том же Resident Evil. Ну, в Гайден это ты хватил. Это как раз одна из немногих игр на Денте с хорошим сюжетом. В отличие от того же Супер Марио, с его Спаси Принцессу. Да, но всё-таки принцесса в другом замке. Современным играм уступают, но с игры по сюжету, причём значительно. Там именно и проработка сюжета, и качество сюжета гораздо выше, я считаю. Ну, не тоже даже в современных, в играх, ну, уже разряда вот эта, 3D-графики, такие как PlayStation 1 и тому подобное, Dreamcast. Так. Ну, вот я вопрос такой задавал по поводу игр хардкорных в детстве. Ну, вот у меня в детстве, например, почему-то Mega Man вызывал довольно очень много сложностей. Вот, наверное, моя самая игра с детства, которую я не прошёл на Жерезной Денде, и это Mega Man 4 был, ну, или Rock Man. Вот, для меня как бы она была такой хардкорной довольно, и я, когда её прошёл впервые, уже спустя годы, я вот как-то получил всё-таки очень много удовольствия по тому, что я её прошёл и так далее. То есть, для меня это была такая своеобразная, я скажу, ачивка такая пройти эту игру. И вот поэтому у меня почему-то Mega Man ассоциируется, наверное, с хардкорными играми. Вот тут просто спрашивали не раз, почему тут вы Mega Man считаете хардкорной игрой. Ну, вот тут мне кажется, что ещё хардкорная... К определению хардкорной игры можно добавить то, что эту игру с наскока не пройдёт, ну, обычный среднестатистический геймер, современный, например. Я больше чем... Ключевое слово с наскоком. Да, да, вот именно с наскоком. То есть, если Женя считает хардкором только то, что большинство в принципе не может пройти, то ты уже... Ну, у меня планка немножко пониже, да, всё-таки хардкорности. Может, даже это не хардкорность уже, просто сложная игра. Ну, под наскоком вот я вот сколько раз просто замечал то, что действительно многие люди считают Mega Man очень сложной игрой. Я вот сам удивляюсь вот этому, кстати. Потому что прямо Mega Man X, который, наверное, моя любимая игра будет на Super Nintendo, она довольно простая. И многие... Да, я помню, как ты её проходил лёгкую. Ну, только Sigma, и то, потому что я не тренировался перед этим. То есть, если бы я прошёл игру пару раз, то... Смог бы, думаю, вполне его даже без смертей пройти. Вот так вот, тут вот интересные такие мысли проскакивали во время вашей беседы уже. То есть, я как-то не вмешиваюсь особенно. Вот, как вы считаете, что показателем является заучивание, показателем именно для вас, вашего геймплея, вашей игры? То, что вы заучиваете паттерн, или какие-нибудь там, кто откуда выпрыгнет и так далее, или же адекватная реакция на происходящее на картинке? То есть, вот, постоянное заучивание паттернов, или вот такая вот, скажем... Ох, меня убили. Или вот именно реакция на так называемом ферстране? Ну, для меня всё кратко. Зазубривание — это задротство, а истинный скилл проявляется только в адаптивности. То есть, умение быстренько приспособиться под изменяющуюся обстановку. Ну, у меня, в принципе, тоже всё кратко. Истинный скилл, я считаю, это победа над очень сложной игрой. Неважно, каким способом. Любыми способами, лишь бы ты её прошёл. Вот, например, на стриме с реквестами, и всё. Беда над собой абсолютно любыми способами. Смотри. Какими тебе нравятся? Тут же Макаймуру тебе пришлось заучивать. Так, Макаймура — не единственная игра. Да, тоже есть ряд определённых сложных игр, по которым, в принципе, я лично могу так за себя сказать. Я знаю только два игрока, которые являются очень сильными игроками и проходят очень сложные игры. Это я и Сергей Сполон. Дэнди Форевер. Потому что, ну, в принципе, Сергей Сполон проходил тоже. Он Макаймуру проходил. Он тоже проходил такие именно очень сложные игры. Ну, есть просто сильные игроки. Они такие именно отличные хардкорщики. Я бы сказал, только два человека. Я и он. Ну, сейчас там из СК2ТВ возникнут. Ну, да ладно. У них свои авторитеты, у тебя свои. Нет, так можно... Можно, как бы, пусть пройдут кто-нибудь. Пусть я, например, могу пройти любую игру. Кто-то из них пройдёт Макаймуру на стриме с реквестами. Мне назовут они свою игру, которую они хотят пройти на стриме с реквестами. Пройдут и Макаймуру, и Dungeon Crow's Toastop. Иначе не хардкорщик. То есть тут... Ну, в принципе, есть определённый мод смод... Вот даже, если взять игру... Вот я спросил у Брикмана, какая самая сложная игра, которую ты прошёл. Брикман мне сказал Flying Warriors. Всё, ну, то есть я записал видео прохождение этой игры, Flying Warriors. Правда, оно мне заняло 7 чем-то часов времени. Ну, вот, я использовал, конечно, систему паролей, чтобы не играть в неё. Играл, естественно, на эксперте. Operation Mode Master. Ну, то есть, как бы, всё на максималке у меня там стояло. Вот лично, что я могу сказать? Ну, блин, ну, я не считаю эту игру... Блин, ну, и тоже из Полон говорит, что она не является сложной. Ну, то есть, как бы, и особо сложной. Я её не считаю особо сложной. Она просто длинная, там, это всё приходится, ну, как бы... Постоянно вот эти длинные бои, но она, как бы, не сложная. То есть, смотри, Брикман, если ты хочешь реально проверить свой скилл, не обязательно Макаймура, есть игры. Ну, например, с Полон предлагал Космик Эпсилон пройти после этого. Ну, у меня тогда не было. Я уходил после стрима от ВВ Бакьяхара. Есть Космик Эпсилон в режиме Нозерворд. Очень сложная игра. Так, как же есть? Не-не-не, подожди, подожди. Жень, да... Ты понимаешь, в чём дело? Я... Ты вот спросил, какая самая сложная игра, которую я прошёл. Я играл во много игр, и, как сказать, проходил из сложных игр, я только те, которые мне нравились, понимаешь? Если вот мне бы попалась Макаймура, я бы поиграл в неё, она мне совершенно бы не понравилась, я просто не стал её проходить, не стал бы тратить время на неё, понимаешь? Меня просто эта игра не привлекла. Ей нечем привлекать. Она и так всеми силами старается послать игрока куда подальше. И мне кажется, что если бы я за ней сидел, мне было бы неприятно. Тут хороший комментарий. Какие сейчас у народа ценности? Смотреть, кто что проходит, и потом взять, записать это прохождение и хвастаться. То есть, вот смотри, вот с одной стороны, ты, Женя, хвалишься записями того, как ты проходил очень сложные игры. С другой стороны, ты для них очень много тренировался, и в глазах многих людей ты попросту потерял кучу времени коту под хвост. То есть, тут уже баланс проведённого времени нарушен. Эти игры можно назвать слишком хардкорными. А чтобы вообще в них играть? Тут понимаешь, в чём дело. Во-первых, я не могу сказать, что я потратил кучу времени. Ну, Бакаймура, да, тогда, во-первых, это был 2009 год. Вот тогда я только начал свою запись прохождения. Ну, то есть, тогда я конкретно только начал. На Бакаймуру я потратил месяц на другие игры, я потратил ещё меньше. То есть, если человек проходит игру, там, я не знаю, полгода-год, и не может её пройти, я прохожу эту игру за месяц. В тот же самый остров, без этого читать с пчелой, ну, то есть, как бы я проходил всего лишь за 10 дней. То есть, я, во-первых, не читаю, что я потратил много времени. Во-вторых, какая разница, во что ты играешь? Либо ты играешь, например, в сложные игры, либо в это время другие люди играют в те же самые современные ПК-игры на среднем уровне сложности, ну, получают удовольствие там от просмотра картинки, от красивого сюжета, мне это неинтересно. Или, например, в это время смотрят телевизор, там, ещё каким-то, ну, такими просто, хобби какой-то, телевизор посмотреть, фильмы, сериалы. Ну, то это, в любом случае, это свободное время, и свободное время каждый использует, в принципе, как хочет. То есть, я бы так даже сказал. Я бы не смогу сказать, что я их слишком долго проходил. Наоборот, считаю, что сложные игры мне даются довольно-таки быстро. Ну, относительно того времени, сколько даются эти игры другим. Вот, где кончается хардкор и начинается мазохизм? Вот для меня как раз месяц играть в ту же Макальмуру я бы не вытерпел. И вот тут ещё вот ситуация такая, что там рандома на самом деле достаточно мало. Тут ещё вот такие комментарии проходили, типа, а вы пройдите Боши на харде. На харде-то там, кажется, чекпоинтов нет, да? Нет, на харде там, харда-то нормальная сложность, там чекпоинтов нормально. Но я всё равно не стал эту игру проходить. Это для меня одна из тех игр, которые просто до маразма хардкорна, в которые просто нет смысла играть. Так там как раз именно вот чисто предетерминированность полная. Да, кстати, Жень, про идею, а Ивана Безебоши. И никакого рандома там вот именно тотальное зазубривание. То есть я вот такие игры... Игры я тоже не люблю. Если тот же Супер Мидбой, он, кстати, тоже рассчитан на тотальное зазубривание, но там хотя бы уровни короткие. Ну вот Феос пишет, что ну народ, это же просто задача для ММА, она совсем не то, что фанат игры. Ну действительно, то есть как бы прохождение хардкорных игр, это как бы задача, которую надо решить, которую надо пройти. Я с этим согласен. Ну и потом, теперь ещё насчёт вот этих... Насчёт Боши, ну я не знаю, что такое Боши, я в него не играл. А я могу сказать насчёт хаков. Я никогда не буду играть в хаки. То есть я играю в основном в официальные игры. Объясняю почему. Что такое в моём представлении хак? Ну именно мега хардкорный хак. Не то, что какой-то красивый, там переделан, там отличный. Именно мега хардкорный хак. То есть это. Заходит человек в редактор. Наделал каких-то там дыр на уровне. Увеличил там количество, я там не знаю чего. Количество каких-то жизней боссов. И кто-то это должен проходить. Так то же самое. Можно с такими темпами взять, допустим, черепашки-ниндзя. Создать хак, например. Супер-пупер-мега-крутой шреддер. Сделать ему там миллион ударов по нему. На уровне теста будет проходиться. И всё. Ну пожалуйста. Супер-пупер-мега-шреддер. Хак там. Черепашек. Вот его можно пройти. Но это... Не, ну это просто. Я могу сказать, что если я... Это дешёвка. Я вот такие хаки сам... Я могу сказать, что я хаки в принципе хардкорный. Я вообще в них не играю. Хардкорные хаки. Тем более не буду пытаться тратить на своё время, чтобы пройти в реалтайм. Потому что мало ли кто там чего наредактировал в редакторе. У меня такое мнение. Кто-то что-то наредактировал, а мне там его пытаться ещё проходить. То есть если что-то и прохожу, то только официальные игры. То есть да, может быть, я когда-то за неё возьмусь. А что касается хаков там каких-то там, я не знаю, ещё переделок фанатских. Ну блин, я например считаю, мало ли кто там чего в редакторе наредактировал. С нуля надо игру создавать, и потом уже там... Погоди, погоди. А ты в серии мегамэнов хорошо знаком? Ну как бы игрался, проходил? С серией мегамэнов я пока что плохо знаком. Но я знаю там какой-то ты хак проходил, но я не смотрел. Тут сравнивают. Выучить телефонную книгу на 900 страниц наизусть, это не хардкор. Это глупость. То же самое с играми. Я тут совершенно согласен. Поэтому Боши, проходить того же Боши, это не такой уж и хардкор. Вот у меня вопрос, а что вообще такое Боши? То есть это официальная отдельная игра или это просто какой-то хак Айвана Бедагая? Боши, фангейм, но на основе Айвана Бедагая, только там всё... Это не как, это всё с нуля сделано. Там бешок немножко переделанной. Там всё возведено в абсолют. Вся вот эта... Там просто абсолютно забросство, стопроцентное просто. Я даже бросил эту игру и возвращаться с ней не буду никогда, наверное. Вот, кстати, я хочу сказать, что сложности можно добиваться двумя методами. Вот я хочу сейчас привести две игры, с одной стороны God of War, с другой стороны Demon's Souls. Игры, ну, одного жара. Довольно современные. Да. То есть мы уже за грань Дэнди вышли немножко. Так, хватит про Дэнди. Вот я хочу сказать, что God of War по механике игры, в смысле количества опасностей, времени реакции на какие-то события, он уделывает Demon's Souls. То есть там тебя могут убить очень быстро. Ну, нет, убить тебя и там, и там могут очень быстро. Но там ты часто подыхаешь и обычно проходишь, если на лёту, то не с первой попытки. То есть там нужно находить какую-то тактику, не с первой попытки, то есть это не получается. С другой стороны, Demon's Souls. Вроде бы всё не так уж сложно. Вроде спокойно можно, наловчившись, контратаковать там, если что, отступить, подлечиться. Тебя там тоже никто мгновенно атаковать не будет. Можно находить безопасные места, но с другой стороны, один раз ошибся, никаких чекпоинтов. Ты подыхаешь, начинаешь там сначала уровнем, мало того, ты там ещё кучу всего теряешь. То есть большая цена ошибки. Это как в градусе, наверное. Да, вот если ты сосредотачиваешься, то игра, не скажешь, что очень сложная, но если игра тяп-ляп, то тебя спокойно может вынести элементарнейший враг. И вот когда две эти вещи соединяются вместе, получается какой-нибудь мазохистический трэш типа Боши. Это уже не хардкор, это уже перебор. А вот по отдельности неплохо. Я никогда в этой игре не играл, ничего такого сказать не могу. Даже в градус не играл? Нет. По поводу градуса у меня есть что сказать. Действительно, игра, наверное, самая жестокая игра, которая не прощает ошибок. То есть градус это, по сути, такая игра шутэмап. Корабль летит, стреляет и убивает врагов. Короткая ещё весьма игра сама в себе. Да, она очень короткая, но там одно но. Ты набираешь паверапы, обычный у тебя корабль стреляет обычным лазером, который одного врага может убить за один выстрел. Там есть апгрейды, которые тебе дают лазер, который больше врагов уже сквозь врагов летит и так далее. Плюс там есть увеличение скорости, увеличение дополнительной опшен, так называемой, такая точечка рядом с тобой летает, которая тоже стреляет во врагов. И вот, если ты умрёшь, хотя бы одно повреждение получишь, то это всё у тебя отнимает, но начинаешь ты не сначала уровня, например, где ты можешь набрать заново, а начинаешь ты с чекпоинта. Причём эти чекпоинты расположены иногда в очень жестоких местах, заранее разработчиками расположены, что ты просто вынужден либо очень сильно стараться пройти уровень, либо просто плюнуть и перезагрузить игру. Прям вот советую тебе поиграть в эту игру, Жень, может быть, что-то ты поймёшь. Примерно вот Боши, это примерно то же самое, только чекпоинты... Чекпоинты гораздо длиннее. Гораздо длиннее и чекпоинты там... Ну, поближе, скажем так. А так, в основном, ощущения от игры могут быть очень схожими. Что то и что то и то. Ну, понимаешь, когда, допустим, на каком-то этой боссе застрял, и ты там часов в пять просто... Вот я, как, например, на стриме прямо часов в пять пытался кого-то босса завалить. Рию, по-моему. Где там потом ещё Марио был, это тоже было долго. Всё, и потом просто пошёл ещё более дичайший маразм. Я думал, что, может, хоть игра будет более адекватной. Я ещё вне стримов в неё играл немного. Дошёл там до какого-то пятого, что ли, босса из двенадцати. И понял, что уже игра далеко пробила планку, ну, в верхах хардкора для меня, и вообще влетела в небо, я просто её забросил. Влетела в маразм, да? Да. Поссов проходил часа по три. Это просто... Ну, я хочу отметить к твоему этому... Да, помнишь, что ты первый раз проходил игру? Да, я ферст ранил её. То есть до этого ты не сидел, не готовился. Потому что если вырвать тактику, там вот тот же Ютуб... На том же Ютубе смотришь иногда, люди вот проходят вот... Вот сколько он до этого играл, записывая этот ролик, сказать довольно трудно. Мне кажется, вот именно ценность вот того же вот Айвона Бизга, именно оригинала, я про фанэгода не говорю, именно в том, чтобы вот смотреть, как её проходит в первый раз. То есть именно проходить её в первый раз. Потому что посмотреть прохождение, там, второе, пятнадцатое, летсплей какой-нибудь поганый, это просто бессмысленно, потому что там человек уже знает, как игра вся устроена, и просто никакого интереса не возникает. Ну тут я с тобой скажу вот что. В первый раз это относится к детерминированным играм с малым количеством рандома. То есть в основном вот эти вот приставочные игры. тот же рогалик, где всё генерируется случайность, здесь уже... Ну это да. А вот игры типа Макаймуры, те, да, только в ферст-рану может показать истинный скейт. То есть за сколько времени игрок прошёл эту игру? Брикман, ты ж так Айвона Бизгайна максималки не проходил, по-моему. Там же всё-таки есть максималка, и вот это как-то... Там есть максимальная сложность, называется Impossible, и там за всю игру вообще нет никаких сейвов. А учитывая, что там во многих местах дикий миллиметраж, я просто не думаю, что... Тем не менее в Макаймуре тоже нет контейнера. Ну, понимаешь, я не считаю, что вот эти месяц тренировок, которые я проведу за этой игрой, он как-то окупится. Ну, запишу я видео, я... Ты опять исчез. Да. На шлюны. Ты опять исчез из скайпа, ну в смысле... Ну и что, ну напишет мне три человека. О, какой ты крутой, ты мастер от игры, и всё, и смысл. И время ушло никуда. Ну, да, тут уже у каждого своё мнение, и полёт. Ну и тут, может быть, потом реально какой-нибудь TeamSpeak сделать, потому что там, наверное, таких проблем не будет. По стиму можно было. А что, я сейчас опять что-то заикал? С какого фига? Да, 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 вот. Ты сейчас молчал. Ну ты молчишь, молчишь, потом пробиваешься и начинаешь... Да, так что лучше бы тебе всё это ещё раз повторить. Ну ладно, надеюсь, сейчас я заикаться не буду. Я сейчас пока отвечу на вопрос, и постараюсь разобраться эти проблемы. Так вот, блин, забились мысли. Усямко скажет, я пока вспомню, что я говорил. Ну, в принципе, тут всё, я согласен, что максимальный уровень сложности, при котором нет жизни, нету, вот такие уровни сложности я не одобряю. В которых требуется пройти игру, довольно длинную игру. Это что же, получается, нужно выносливать внимательность. То есть, мы же все люди, мы все допускаем ошибки, и не допустить ни одной ошибки в течение нескольких часов... Ну, это, по-моему, мазохизм. Просто выдержка играет роль, поскольку вот я сам, вот если я играю в игру, где вроде уже всё известно, и надо не допустить ни одной ошибки, мне скучно играть, я засыпаю и допускаю совершенно тупые ошибки... Это уже проблема рассеяния с пониманием. А вот, да, а вот, например, играть там в какой-нибудь файтинг, где непонятно, что делает враг, приходится всё на ходу изобретать, вот там, да, там адреналин, там кровь кипит, там интересно играть. Я лично считаю, что тут же самое Вайбуна Безагайна Максималфи как раз и является проверкой уровня профессионального уровня игрока. А я вспомню. Профессионального уровня. А не просто там любителя просто игры, чё, шо, шо. Потому что там же реально, его многие не смогут пройти, многие как бы на нём сдадутся, и там уже пройдут только самые лучшие, самые как бы профессиональные игроки такое. Ну то же самое касается и с Макаймурой. Много уже людей пытались её пройти, и они на ней как бы слились. Я вспомнил, что хотел сказать. То, что вот ты сказал, типа, что в Вайбон Безагайе есть максимальная сложность, я вот так вот всё сказал, что если я, допустим, буду играть в неё месяц, или там буду её задрачивать, ну запишу я прохождение, ну пройду я её, ни разу не умерев, ну залью я на Ютуб, и что я получу? Там три человека напишут в комментах, типа, «Ох, ты какой крутой игрок», и всё. И просто это не окупится, и просто время уйдёт никуда. Я считаю просто, что это не, как сказать, не окупает себя, вот такие затраты. Да, не окупает. Затраты времени. В то время как киберспортсмены годами дрочат, дрочат, а в итоге на турнирах выигрывают крупную сумму, то тот, кто тратит кучу времени для того, чтобы пройти какую-нибудь очень сложную игру без единой смерти, тот, по моему мнению, совершает глупость. Вся проблема в том, что не каждый человек, который хочет стать киберспортсменом, сможет пробиться именно в верхушку, и сможет на этом зарабатывать деньги. Многие этого хотят, но просто у них, они никак не смогут, им не хватит уровня, чтобы туда пробиться, и всё. Как бы они этого не хотели, сколько они бы не могли. Тут дело даже не в выигрыше, тут дело даже в том, что у них каждая игра, она особенная, они всё-таки играют в разнообразную игру, где постоянно нужно придумывать новые тактики, постоянно где-то что-то открывают, то ты, вот если ты играешь в какую-нибудь I Wanna Be The Guy на Impossible, играешь в игру, сдох, играешь опять в ту же самую игру, сдох, и так 15 тысяч раз. Вот какой в этом фан? Отличный. Во-первых, есть... Тоже самое с Макаймурой, кстати, абсолютно тоже самое, аналогия. Результат? Удовлетворение от результата? Ну, мне кажется, всё-таки... То есть удовлетворения будет недостаточно. Даже, как писал Fios, то есть найти те схемы, найти те такие именно места в играх, что раньше то, что для тебя оказалось невозможным, оно станет возможным, и ты поймёшь, как это всё, как то, что ты думал, что вообще никак невозможно пройти, и оно будет, как бы, проходимо. Вот так. Так, тут что-то опять пропадать кто-то начал. Тут пишут, что типа, если бы про какого-нибудь I Wanna Be The Gay, только, я не знаю, то его бы, скорее всего, сами изобрели, но это, скорее всего, собирательное название таких игр, то если бы по такой игре делали бы турнир с вознаграждением с крупным выигравшим, то нашлось бы много игроков. Но почему-то не делают. Да. Всё-таки это и не так выгодно. За деньги я могу Макаймуру пройти. Главное, мотивация. Потому что когда играешь сам, мотивации у меня нету. Достаточное количество денег, чтобы окупить все эти... Да. Потому что поскольку в соревновательных играх там вкус от победы куда выше. В ритме, но тем не менее, если даже, ну вот смотри, есть такое понятие, как предел человеческих возможностей, как бы ты слишком не захотел, и что же, есть такие хаки, которые специально сделали. Хаки Марио, рассчитанные на уничтожение игрока, которые только на уровне НТАС проходятся. Там, хоть, я не знаю, хоть сто лет играть, ты ее никогда не пройдешь. Потому что тупо она проходится только на уровне НТАС. И вот то же самое Макаймуру, вы на бизайнуете официальные игры. То есть, везде есть предел человеческих возможностей. И не каждый игрок, даже если он очень сильно захочет, сможет пройти эту игру, сколько он на нее не играл. В нем еду самые лучшие, самые сложные игры. Давай я Макаймуру пройду. Даже за 100 баксов. Я согласен, не за 200, а за 100. Ну, я могу так сказать. Я не являюсь там каким-то, если бы я зарабатывал очень много денег, жил бы там в Москве, ну, там хотя бы там 2000 долларов. То я бы, может, устраивал бы такие соревнования. Но поскольку я живу в Днепропетровске, максимальная зарплата, ну, что можно просто на работе заработать, ну, тысячи три. Дорогое удовольствие. Да, то есть, это очень дорогое удовольствие там будет. По крайней мере, как для моего уровня цен, которые находятся в моей стране. Тут, как я и сказал, тут проблемы не конкретно в деньгах, а в том, что соревновательные игры, они разнообразнее и при этом вкус от победы куда больше. Если вот ты, пройдя какую-нибудь Макаймур, ну, может, просто сказать среди нескольких своих знакомых, вот я ее прошел, то при победе над каким-нибудь чемпионом там и радости куда больше, и признания куда больше, ты уж извини, но это так. Не, ну, киберспорт, это как бы вообще, то есть, это абсолютно другое дело. Соревновательные игры, они оправдывают задротства в каких-то пределах. Они в основном оправдывают только в финансовом плане, потому что они более развитые. Нет, вот я сейчас только что объясняю, почему даже не в финансовом плане они оправдывают. То вот сингловые игры, в них много времени тратить эту жизнь. Тут даже так сказать, скажем так, популярные игры, такие как Warcraft, там, например, Counter-Strike, Quake, если ты там победишь на каком-то местном чемпионате в какой-то там никому неизвестной игре, ну, я не знаю, там есть разные игры на двоих, которые как бы никто не играет, ты тоже абсолютно за это никаких денег не получишь, ничего. Просто есть уже такие киберспортивные дисциплины, такие как Warcraft, Quake, это же самое Dota, которые уже являются как бы киберспортом именно мировым. Именно конкретно в эти игры, да, если какие-то другие игры ты кого-то победишь, там ничего такого не будет. Ну, все равно, если есть определенное комьюнити, а оно есть практически у любой игры, даже в большом городе, то все... веду пример. Есть такая игра в Сан-Франциско раз 2049. Ну, лично, эта игра, как до моего детства, мы в нее очень много, очень часто играли, и эта игра представляет типа из себя гонки, ну, короче, такие гонки фантастические машины. Там есть бои на двоих, короче, ну, то есть там нужно гонки проезжать, и там есть бои на двоих, то есть мы друг с другом соревновались, и призраки там такие, у меня все до миллиметра там было откатано. И в бои я очень классно научился в эту игру играть, потому что я вообще в нее отлично играл. Кому это сейчас надо, с кем я могу в эту игру сразиться? Игра на Dreamcast. Абсолютно ни с кем, потому что я умею играть в игру, но абсолютно никто в нее не играет, ну, на мировом уровне. Вообще никто в Tekken играет, именно в эту игру нет. Ну, вот что я могу сказать. Абсолютно. А что дальше? Проблемы с кем я умею играть? Все-таки есть. Ну, тут ты прав. Я немного спирилковат. Что, хотя игра для Dreamcast, в принципе, популярная, но уже Dreamcast как бы в тарелы. Никому, наверное, сейчас уже особо не интересует. Ну, что, продолжим тогда? Так, ну да, давайте следующие вопросы сейчас задам. Вот мы все говорим про хардкор, про хардкор, а вот какое у вас отношение будет к казуальным и к обычным играм? То есть, вы в них хотя бы играете, они вам удовольствие приносят? Или нет? Или только только хардкор? Я говорю, если игра не приносит интереса победы, если я ее спокойно прохожу, я засыпаю за игрой, я ее считаю бессмысленным времяпровождением. Равно, как и другую крайность. Если мне приходится играть месяц, чтобы пройти какой-нибудь там боши, то я тоже считаю, что я просто так потратил время. То есть, в другую крайность не впадаю. Вот, Макаймур, это как раз Ghost and Goblins, японская версия, там она без контюнера. Так, ну остальные как? Ну я могу сказать, что к легким, казуальным играм отношение у меня абсолютно нормально. Просто, если, например, играю в какого-то Чипедейла или Русалочку, я его пройду за один день, как бы у меня будет прохождение этой игры, и все, дальше в нее играть не буду. То есть, она у меня быстро проходится, быстро как бы она у меня и забывается. Тут, понимаешь, дело в том, что вот, да, Дэндевские игры, они быстро проходили. Ну, абсолютно нормальные, то есть, у меня я... Сейчас же есть куча игр, которые легкие, но их проходить долго, там, пока ты по сюжету продвинешься, пока топ, пока сё. Потом еще какой-нибудь режим интересный откроется, да? В Чипедейла, да, в него поиграл часок, доволен. А, в какой-нибудь длинный казуальный шутер. Я вот играл сейчас в Resistance, длинный казуальный арпелер. Играю, играю, вроде, игра несложная, а в итоге скучно, поскольку я это проходил все-таки долго. Ну, я небольшой любитель современных игр, и поэтому я как бы в длинные казуальные игры современные, я в них не играю. Тебя об этом сложно. Еще, что мне нравится, вот вообще, чем мне нравится именно факт этого Retro Earth, что можно очень легко записывать видеопрохождение. Включил эмуляторную демку, записал, как бы, у тебя все уже полностью осталось, светлое видео. Если ты играешь, например, в какой-то... С XSplit с прочими приблудами, если... XSplit, да, это уже стало более-менее нормально. Раньше, когда был Fraps, это был какой-то ужас. Попробуй запиши какую-то игру, когда там Fraps тебя занимает один гиг, там, одна минута. Веник, тебя спрашивают, клавиатура или контроллер? Я на контроллере играю. Зачем истязать себе клавиатурой? Я, кстати, весь на клавиатуре прошел, если что. Я играю на клавиатуре. Ну как? В фаттинге я играю на джойстик, у меня есть джойстик. Но именно в XS-игры я играю на клавиатуре. То есть, по крайней мере... Это отдельный разговор, здесь просто в чатике спросили. Ну можно уже затронуть. Давайте дальше по теме, вот так вот. Я, нет, вот я еще не высказался. Я вот могу сказать по поводу козальных игр, что я тоже не против их. Ну как сказать, в вообще легкие игры я не играю, и современными я интересуюсь, пожалуй, только вот этими всякими инди. Ну не всеми подряд, конечно, а вот именно таким более хардкорными. Там, например, вот тот же Super Meat Boy или там VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV И, как сказать, я могу играть в эти игры, если они мне нравятся чисто визуально. Например, есть еще одна игра, фанатская флеш-игра на тему Мегамена, называется Рока Чан. Там просто она не сложная, она проходится очень легко, я ее на First Run прошел очень бодро и быстро. Но там, как сказать, все качественно сделано, там отличная музыка, там отличная стилизованная 8-битная графика, поэтому играть приятно и можно переигрывать сколько угодно. И поэтому я считаю, что вот такие вот игры можно играть спокойно, и это неплохо, что они легкие. Ну, могли бы быть посложнее, но то, что они легкие, не делает их плохими. Вот так вот, я думаю. I'm called. Так, ну вот насчет казуальных игр, вот тут я хочу задать один вопрос по теме, возможно глупый, но вот казуальные игры и легкие игры, это одно и то же? Скажем так, казуальные, нет. Казуальные игры, это вообще-то, наверное, многие не поняли, что значит казуальная игра. Казуальная игра, это такая игра, которая делается, это полный антипод хардкора, то есть она делается, ну, грубо говоря, для того, чтобы, секретарша в офисе убила время, это все вот эти вот lines и подобные игры, которые сейчас развелись, эти фербы и так далее. Вот, вы меня вот про это спрашивали. Ну и про их, и отдельно про легкие игры, то есть я хотел изначально услышать, правда, про вот эти казуальные, про которые я сказал, но, видимо, не все поняли. Извини, Эли, понимаешь, казуальные, они обычно легкими и делаются. Да, 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 вот. Поэтому специация возникает. Специально легкие игры, которые сделаны легкими, вот, вот, я просто вот что объяснил. Я не понимаю, как можно игру не специально делать легкой, представляю, ты что-то заговариваешь с ними. Ну, ты знаешь, что это казуальная игра. Я... Angry Birds, Angry Birds. Кстати, вот, кстати, вот что я хочу сказать. Каждая казуальная игра легкая. Можно я скажу? Конечно. Что казуальная, ну вот, тут же, да, Angry Birds. Мне кажется, что казуальная игра, это не просто игра, которая легкая, это игра, в которой очень легко освоится. Она с легким управлением. Те же Angry Birds потянул, птицу запустил, все. Но при этом в Angry Birds все же, мне кажется, в последнем уровне, там, легкими не проходили. Легкость освоения. Какой-нибудь... Вот, именно легкое освоение, не то, что сама игра легкая, а легкое освоение. Там, первый уровень легких, их легко играть, поначалу, но потом все же и Angry Birds можно сделать за Дротским. Ну, как я слышал, я слышал много выражений таких, то, что Angry Birds это Worms на Easy Mode. Помнишь, такую игру Worms раньше была? Сказал, что шизуальные игры все-таки сложными не бывают. То есть, если в игре легко освоится, и легко освоится в дальнейшем, то... Там есть уровни, которые просто, конечно, совсем слабые не пройдут, но это еще не сложные игры. То есть, в хардкорной как раз надо вникать в механику, изучать врагов, подбирать тактику и только потом проходить. Механика, может быть, тоже простая в хардкорных? Разве в Макаймуре сложная механика? Одна кнопка стрелять, другая кнопка прыжок. Ну, управление стрелочками, что там еще? Какая там еще механика? Все. Механика кеймплея, механика поведения врагов, все такое. Не, ну... Да, так скажем, научиться правильно прыгать там. А там нечего научиться правильно кого-то убивать. Да, это так. Если в той же Angry Birds ты просто стреляешь... Кью, 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 кью. И я не вижу, что никаких вещей, которые действительно надо изучать. Старые платформеры... Да, как раз ты верно подметил. Они достаточно примитивны, но при этом... Не настолько, чтобы зваться казуальными. Не, ну хотя... Тут даже русалочка. Ну, конечно, русалочка, ЧПДЛ. В ЧПДЛ есть подобие сложности какой-то. Ну, во втором. В первом нет вообще никакого. Разве что... Во втором еще что-то есть. Разве что последний уровень первого ЧПДЛ там. Он в детстве много трудностей вызывал на меня. Ну, это единственное место, где лично я, играя в ЧПДЛ, в любой день могу умереть. Это единственное место. И то редкость. Так, то есть, я как понял, вам все равно, да, игра казуальная или нет? То есть, даже вот эти вот Лайнс, которые бит Джо Волта или Зума, то есть вы в них готовы тоже играть и не против таких игр, правильно? Ну, я говорил именно про легкие из-за недопонимания, а вот против вот таких, которых ты говоришь, я в принципе настроен не то чтобы прям против, но негативно. Давай назовем так, легкие, но которые проходить долго. То есть не ЧПДЛ, а игры с большим количеством уровней или там какая-нибудь РПГшка с долгим сюжетом. Ну, я могу так сказать, если казуальная игра считает ту же самую ферму, например, ну ферму уже нельзя пройти. Это просто как бы мир, в котором, ну, ты что-то делаешь там, эта игра не приходится. То я в такое вообще не играю. То есть я играю только в те игры, которые можно как бы пройти до конца. Не, ну, даже если можно пройти до конца, но это займет не часик, а куда больше. Какой-нибудь шутер. Вот тут же, например, на Денде есть тот же Соломонский, ключи Соломона. Там только 48 что ли уровней. Они все, как сказать, казалось бы, однообразные, но в то же время в один момент просто переваливаются просто в дикий хардкор, где нужно совершать дикий миллиметраж и просто надоедать играть в нее. И там однообразность. Про легкие игры, но долгие. Ну, она тоже, понимаешь, она очень долгая и очень однообразная, поэтому в нее... Тут Соломон говорит ее, фиг, пройдешь на лучшую концовку. Так что, о какой легкости здесь вообще может идти речь? Ну, если Соломон так говорит. Нет, просто я о том, что я говорю, Resistance 2, игра легкая, но долго, проходишь, 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 в принципе, однообразнее. Ну, ты в первую поиграй сначала. Ну, и так получилось, что я купил второй сразу. Кстати, я помню, я играл у друга в какой-то шутер на планшете. А первая она на PS2? Нет, Resistance 1 на PS3. Причем он похож на компьютерный шутер года 2004-2003. Ну, что покупать надо, блин? На PS2 еще эмулятор есть. Я помню, я был какой-то шутер на планшете. Не помню, как называется, то ли там... Shadow... Что, Shadow что-то там. Shadowgun. Может быть, там еще такая немного футуристичная стилистепия, не? Да-да-да, это он. Да. И вот там просто идешь прямо, выбегают враги. Тебя никто толком убить не может. Там в тебя врезаются какие-то пауки, суицидники взрываются. Там три штуки, ты все равно не умираешь. Ты убиваешь спокойно врагов всех, которые на тебя прут. Идешь вперед, убиваешь еще врагов, идешь еще вперед, убиваешь еще врагов. И так постоянно просто продолжается, на протяжении всей игры, интереса совершенно нет никакого. Просто играешь и засыпаешь реально. Вот-вот уже ближе к тому, что я спрашивал. Вот именно про такой тип игр я и изначально спрашивал. То есть... Совершенно не понадобилось. То есть... Ну, это скорее другое. Это просто, так сказать, показать графон на мобильных устройствах, и все, Game Boy нет. Но это уже другая тема, мне кажется. Мобильные игры, это вообще фигня. Я бы назвал, знаете, их как не мобильные игры, скорее, а игры для убийства времени. То есть... Да-да-да-да-да-да. У меня уже... Пока едешь в автобусе, у меня времени нет. У меня времени нет свободного. Ну, опять же, игры такие бывают разные. Одни приносят удовольствие, другие нет. И те, которых... Если они приносят удовольствие, то почему бы и не поиграть? Ну, да, при протяжении Angry Birds довольно веселый и забавный, скажем так, можно в них еще поиграть. Ну, вот я понял, Брикман отрицательно относится, а вот там кол, мы это и там... Ну, именно к этим, к таймкиллер, ко всем играм, которые вот типа Shadowgun назвал. Ну, да. Типа такие вот, они тебе не нравятся. Я правильно понял? Энген гибется-то, да, я согласен, что можно в них, там, время убить, это понятно, но, как сказать... Не для тебя. Да. Для убийства в времени есть интересные, сложные игры после... Или книжки хотя бы. После программирования, которая... Вот, да, игра легкая, просто я не понимаю вот этого всего бума, который был вокруг этой игры. Типа ее пихали везде, куда только можно. Ее до сих пор пихают. Да, на первом канале там даже пародию умудрились сделать зачем-то. И просто не понимаю, зачем такой шум понимать вокруг какой-то мелкой игры, которая просто для убийства времени сделана. Вот этого я не понимаю. Так, вот, Амкол спрашивал, какие игры мы имели в виду, но вот, если вот и про легкие, и про вот такие, как мы сказали, какое твое отношение к ним будет? Казуальным играм? Ну вот, я уже сказал, если они приносят удовольствие, то почему бы и нет? То есть, без разницы, да, уже на геймплей тут как бы то, что оно однообразно... Без разницы, да, ну, а, нет, ну как однообразно. Однообразно это уже получается интереса поменьше. Одноклеточный, скажем так, даже геймплей в игре, если... Одноклеточный геймплей тем более. Просто если... Поначалу, может быть, интересно, там, первые, первые, ну, не знаю, там, пару часов, а дальше ты её удаляешь и не возвращайся к ней. Если совсем одноклеточный геймплей. Понятно. То есть, как я понял, вот, у многих такое отношение, то, что вот, к играм, которые однообразные, довольно скучные, в них никто играть, собственно говоря, не будет. Даже если они... То есть, если они лёгкие и так далее. Так, блин, сейчас я что-то запутался тут. Даже если их разрекламировали хорошо. Да, да, то есть... Ну, это уже, скорее всего, вопрос другой, то есть, в рекламе. То есть, я хотел в том ключе спросить то, что... Только ли хардкор? То есть, получается, что... Хардкорные игроки тоже не прочь, скажем так, поиграть в обычные игры, в которые... Все когда-либо играли. Того же... Все-все смертные. Да, все-все смертные, скажем так, да. То есть, ничего в этом... Плохого нету. А вот тут уже такой вопрос у меня интересный есть. Вот его Амкол пытался озвучить, но... Мель сказал, что позже, чуть позже. Вопрос про сложности в играх. То есть, что для вас... Что вам задает сложность в игре? Какие-нибудь конкретные факторы есть, которые вы можете назвать? Я, кстати, уже рассказал, когда говорил про разницу между God of War и Demon's Souls. Что есть две вещи повышения сложности. С одной стороны, повышение, так сказать... Ну, условно, скажем, понижение времени реакции на какие-то вещи. Но это очень условно. То есть, когда приходится очень быстро что-то делать. С другой стороны, повышение цены ошибки. То есть, если ты проиграл, то приходится либо там начинать издалека, либо вообще всю игру заново. То есть, я понял, для тебя сложность не в каких-то элементах геймплея, а только во времени, да? Нет, именно в элементах геймплея. Вот, блин, ну я просто сказал так про время реакции. Просто вот смотри... Элементы геймплея, это как раз, например, ну, варианты действия врага. Враг может быть такой, который мочится элементарно. Но благодаря тому, что ты, допустим, его бьёшь сотый раз, устаёшь от этого однообразия, и он тебя каким-нибудь примитивным ударом фигак и гасит. И всё. Тут уже сложность благодаря цене ошибки возрастает. Если у тебя там и чекпоинт, только что это одно, если всю игру заново, это другое. Вот геймплейно, это гагра, тот же самый враг, умеет кучу всяких вещей. Надо, во-первых, в них разобраться, найти какую-нибудь антистратегию для каждого из его действий, и при этом, ну, постоянно ориентироваться, реагировать на него. То есть вот так вот. Есть ещё третий вариант повышения сложности, это кривизна. Когда, допустим, у тебя какой-нибудь хитбокс на полэкрана, или кто-нибудь играл на Снессе в Iron Command? Боюсь, нет. Такой бит-эмап, я одно время со Street Fighter спорил, всю эту игру восхвалял, я, наоборот, гнобил. Короче, очень много вещей, которые непонятно от чего происходят. Я прыгаю на врага вроде с ударом, получаю урон и отскакиваю обратно. Почему так? Иногда проходит, иногда нет. Там, ну, опять же, вот, горявые хитбоксы, горявые анимации врагов. Там непонятно, то ли ты ударил врага, он некоторое время в стане пребывает, вроде можешь атаковать дальше, он внезапно непонятно как контратакует. Вот там, в том же Кодоваре, тоже есть такие враги, ну, такие зомби в доспехах. У них есть очень мерзкая контратака, они вроде валяются на полу, при этом моментально, за долю секунды, уже встают и тебя бьют. Вот это я называю кривизной. Вот относительно кривизны тоже можно привести этот, тот же самый Айона Бизы Боша, поскольку вот в Айона Бизы Гайи кривизны, по крайней мере, в плане управления, контроля персонажем, её не было, поскольку вот какого персонажа ты видишь, вот, каждый его пиксель является хитбоксом, то есть там хитбокс не квадрат, а вот именно каждый пиксель персонажа. А у Айона Бизы Боша это изменили, сделали квадрат, и добавили кучу разных скинов для персонажей, в результате чего ты не видишь чёткого хитбокса, потому что персонажи все разных размеров, даже региональный персонаж, он треугольный, хотя хитбокс квадратный, в результате чего очень было у меня много фрустрации, очень много смертей, из-за того, что я не задевал ничего и всё равно умирал. Иногда там просто возникали какие-то баги, просто кривизна была полнейшая, просто стоишь в безопасном месте, вокруг тебя опасность, ты просто-напросто умираешь, и непонятно вообще от чего. И эта кривизна была одной из причин, по которой я эту игру забросил. И управление там, в оригинале было управление абсолютно не инертное, и ты мог спокойно, вот как сказать, маневрировать влево-вправо. Там сделали управление инертное слегка, но это слегка очень сильно повлияло и создало огромные просто неудобства во многих местах, и тоже являлась одной из тех причин, по которой игру забросил, потому что там настолько всё это сделано, как сказать, как бы сказать, на отмашь, криво сделано, плохо просто, прямо говоря. В то же время, во его набида Боши, насколько я помню, в него сам играл, очень много дополнительного контента, разве это для тебя плюсом не является? Ну, нет, является, но, понимаешь, мне кажется, лучше бы автор больше времени работал над балансом сложности, чем над запихиванием туда огромного количества различных мемов и всяких сидишек. Лучше бы он сделал более это. Так, ну я бы хотел вообще рассказать, что такое, ну, чем, что вообще является сложность в играх, и какие игры, какие именно бывают сложные. Возьмём, например, ну, возьмём для начала NES-игры, возьмём Макаймуру. Это именно рендомная игра, в которой слишком большая цена ошибки, то есть сложность, во-первых, цена ошибки-то в любую игре является очень... Эй, аллё! Х ты, неужели только я пропадаю? Нифига так себе. Сейчас он не получишь именно из-за этого рендома, а сжига так сложно с Макаймура. Теперь я вижу, как это со стороны выглядит. Слышишь? Всё говно. Слышим. Ой, он вообще отключился. Ты тут же. Возможно, проблемы с интернетом. Блин. Не договорил. Вроде он тут показывается. Так, у меня были неполадки во время звонка. Да, слышно, слышно сейчас тебя, но ты оборвался. Так что, давай заново. Да. Ну, о чём я уже говорил, что какая бывает сложность в игре. Я говорил про Макаймуру, что именно сложность в Макаймуре представляет собой рендом. То есть первый элемент сложность это рендом в игре. Всякие рендомные моменты. Второй элемент, допустим, берём Худсон с Adventure Island. Там именно сложность уже является тайм. Тот же самый Dragon Slayer. Хороший пример игры на тайминг, только игра Dragon Slayer очень короткая. Ну, и из-за этого она как бы слишком сложной не является. Если брать Остров, то есть... На тайминг. На тайминг. Это, например, в игре каждый раз одни и те же элементы одинаково повторяются. На тебе просто они как бы очень жестокие. Тебе надо вот эти элементы как бы проскочить. Всё каждый раз одинаково, но довольно-таки жестоко. И тот же самый Остров, но если играть его, естественно, без чита с пчелой, поскольку это считаю за чит, то там, во-первых, слишком большое расстояние до конца игры. Это где-то 1 час 15 минут. И за это время случается слишком много вот этих моментов, которые, в принципе, всё там каждый раз одинаково. Но ты допускаешь, ты играешь, допустим, ты в уровне 8.2 сдох, ты потерял оружие. Всё, у тебя 8.2 надо проходить без оружия. Ты сдыхаешь остаток жизни без оружия, всё, у тебя проходить игру с самого начала. То есть именно здесь является именно рэндомный элемент. Точнее, элемент именно вот этого жестокого тайминга, что надо всё чётко исполнять, чётко в кадре, надо всё полностью знать, все моменты выиграют. Ну и третий элемент, который в основном присутствует в скроллерах, это умение, сложность на умение уклоняться от всякой фигни, которая летает по экрану. То есть это уже более, то есть в принципе, если враги в скроллерах располагаются каждый раз одинаково, то стреляют пулями, они в тебя уже по-разному. И пули в тебя тоже летят уже в зависимости от того, где находится твой персонаж. Из-за этого надо просто уметь уклоняться от этих пуль, ну именно, и разбираться в этом. Естественно, что тоже цена ошибки в каждом из этих трёх. Если, например, умер в каком-то скроллере, или у тебя мало жизни, то тебе приходится переграть всё с самого начала. Но что касается современных игр, в принципе, они являются длинными, но там же тоже, там уже идёт больше игра от чекпоинта до чекпоинта. То есть самым сложным моментом в современной игре является какой-то самый сложный чекпоинт, например, чтобы пройти его, и какой-то самый сложный момент. Да-да-да, но при этом ты без особого адреналина подыхаешь, потому что знаешь, что... Если чекпоинт может быть длинный, если чекпоинт короткий, то да. И ещё прикол в том, что современные игры, они более сложные в этом плане. Есть такие игры, как те же серии Resident Evil, там у тебя передаются аптечки, ну и всё тому подобное. То есть если ты играешь на протяжении, причём все игры, и если ты играешь неаккуратно, они у тебя могут в определённый момент закончиться, и всё, и ты не сможешь пройти игру дальше только из-за того, что ты как бы неэкономно их расходовал на протяжении всей игры. То есть там уже добавляется такое... Я бы назывался такой способ из прохождения игр, ну таких именно, в которых передаются предметы, и есть сохранение. Метод последовательных приближений, когда, например, побежал, собрал все аптечки, отнёс сундук, сохранился. Ну, если с Эвой там же официально в этих играх. Ещё раз собрал все аптечки, опять вернулся, сохранился. Ну, таким образом ты добиваешь себе очень хороший инвентарь, это в случае, если играть в игре. Ну, это можно сказать про... Это уже метод. Да, то есть... Долбёжка, а как гриндан. И вот таким как раз методом я проходил паразит Эвэ на уровне сложности Nightmar, потому что там... Тебя вначале вообще любой враг убивает себе его. Поздравляю, ты прошёл игру тупыми затратами времени дополнительными. Какой в этом прикол? Прохождение игры. Цель, конечно, итог. То есть ты даже, если вот ты кучу раз получал эти аптечки, совершал монотонный труд, ты потратил кучу времени, и тебе всё равно... А тут есть два варианта, если в такой ряк, как Паразит Эвэ, либо ты просто идеально знаешь всю игру, и на это тебе... Ну, чтобы как бы... Я не знаю, насколько она это хорошо знать, но именно, чтобы... Она и так очень сложная. Там, в начале тебя вообще чуть ли не с одного удара. Если брать Nightmarer уровень сложности, ты должен просто всё идеально исполнять, и на это тебе потратится гораздо больше времени на изучение всех этих мелочей. По-моему, это плохая игра. Не, игра, кстати, хорошая. Просто Nightmarer режим сложный. Ну, просто надо играть на сложности полегче. Какой более сбалансирован. И всё. Я вот это ещё хотел спросить у Жени. Вот скажи, почему ты вот так вот люто выступаешь против First Run? Прям просто люто у тебя ненависть к ним. У меня к ним нету ненависти, я просто ими не занимаюсь. Потому что я тебе объясню, если мне надо пройти, я вообще не занимаюсь First Run. Я, во-первых, лезу, ищу какую-нибудь информацию в интернете об этой игре. То есть, если уже тактика изобретена, зачем я её буду изобретать себе ещё раз? Я занимаюсь там тренировками, отработкой моментов. И только потом я начинаю уже играть, писать видеопрохождение. То есть, я First Run ими не занимаюсь. А разве тебе не интересно, как ты сам придумаешь стратегию? Нет. Стратегии, я могу сказать, что я придумывал на игру Учики, БТА, СДФ. Это полностью моя стратегия. Макаймур, это полностью моя стратегия. То, что не было. Космик, Эпсилон, Анозерворд. Это тоже как бы моя стратегия, которую я полностью сам придумал лично. Ну, потому что её не было в интернете, если уже есть стратегия какая-то. В основном как? В основном в интернете очень часто бывает маршрут в играх, но нет стратегии. То же самое. Было и прохождение Космик, Эпсилона в интернете с сейвами, симуляторами, когда всё пройдено по абсолютно неправильной тактике, просто тупо на пролом. Учики, БТА, СДФ. Там оно вообще пройдено. Он берёт абсолютно любое оружие, подбирает, и с этим оружием он не теряет ни одной жизни. Просто, какой валяется оружие, такой он и берёт. Абсолютно никакой тактики, вообще ничего. То есть толку этого прохождения ноль, что я посмотрел. Ну вот ты вот сам посмотри. Вот допустим, есть два стрима. На одном человек играет в какую-то игру первый раз в жизни, а на другой играет в другом играет человек, который уже 500 раз прошёл, всё вне знает, просто показывает и говорит, типа, вот, смотрите, какой крутой. Что будет интереснее? Естественно, 500 раз. Во-первых, меньше времени придёт на потану, чтобы посмотреть эту игру, и, во-вторых, ты узнаешь, насколько эту игру, ну, насколько высокий уровень, что насколько сложно, ну, вообще, что эта игра в себе представляет? В плане сложности, насколько её легко, насколько её быстро можно пройти. Ну, я даже не знаю, как можно спорить, если такое мнение, как сказать, тут вот фиксированное. Говорят, что это уже слепая погоня за сложностью, но это вот ещё про паразит Ив, слепая погоня за сложностью, наплевав на саму игру. Это максимальный уровень сложности, который создали разработчики, который, как бы, является официальным, и который надо... Он преднужен. Он есть. Если пройдя игру на более лёгком, ты, пройдя игру на более лёгком, ты не можешь сказать, что ты полностью разобрался с этой игрой. Чего-то в этой игре ты ещё не сдел. То есть, что-то ещё есть такое, что ты, как бы, ты, ну, ты не полностью игру победил. Только победил её в определённом режиме, ну, то есть, в более облегчённом режиме. Крайней мере, такое моё мнение. То же самое и с Айвона Бизагай, который, ну, Брикман, не на максималке прошёл. Ещё есть, как бы, режим, который, как бы, является сложнее. Но он тупо неинтересен. Вот в чём дело. Ну... Человек ценит своё время. Неинтересен кому? Зрителям неинтересно? Или неинтересен у него играть? Всё-таки зрителям было бы очень интересно. Я думаю, я думаю, зрителям тоже не будет интересно, если максимально от высокого будет отличаться только тем, что нельзя там будет сохраняться или ещё что-то. То есть, получается, зрители будут смотреть, как будет перепроходиться один и тот же участок, одна и та же игра очень-очень много раз. Недельный марафон. Недельный марафон. Да, как же такое будет неинтересно. Я думаю, такое неинтересно. Брикман, ну, смотри, есть у нас определённый уже в Dendy Forever список игр, ну, как бы, которые, в принципе, будут входить в топ-10 от этого списка, который мы составляем. Если хочешь, можешь попробовать по First Run эти игры, ну, вообще, или хотя бы там какую-то из них выбрать и посмотреть, что у тебя получится. Мне кажется, что у тебя абсолютно ничего не получится и тебя сразу уничтожат. А кто говорит про сложные игры? Вот почему ты же говоришь, что ты не играл в Мегамэнов? Почему ты не можешь, например, на стриме по First Run в Мегамэнов? Ты же сам говоришь, что они не сложные. Мне это неинтересно. То есть, я, как бы, как я буду проходить? Я буду проходить Мегамэна, посмотрю что-то в видеопрохождении, посмотрю в нем тактику и все, мне неинтересно изобретать самому велосипеду. А если не смотреть видеопрохождение? А мне это неинтересно. То есть, если оно уже есть, если его нету, конечно. То же самое, что я не знаю. Например, люди учатся в каком-то институте. Тебе уже дают какие-то знания, которые уже как бы есть или в медицинском. Тебе уже дают какие-то. Или в любом даже спорте. Ты уже читаешь книги, тренеры, которые эту программу знают, там еще что-то. Ты уже как бы занимаешься, чтобы поднять свой уровень не то же ты сам придумал, а то, что уже как бы создан. То же самое, что и здесь, я могу сказать. Зачем придумать с нуля, если уже как бы, если уже есть, почему учиться, скажем так, если уже есть созданный готовый результат. Насчет популярности ферстранов, я помню, что те же самые прохождения Adventure Island, Кирпича и Амколя пользовались большой популярностью. Здесь, конечно, они там несколько дней подряд занимают. То есть, в буквальном смысле, это да, это перебор. Если бы они, мне, например, если бы еще пошли без этого чита, то тогда я бы с удовольствием посмотрел, что да, эта игра является сложным. А другие стали бы смотреть? А другие стали бы смотреть? Вот несколько дней подряд, без пчелы. А оно не может быть несколько дней подряд, потому что там ты вздыхаешь, ты не можешь, там ты сможешь продержаться. Вот поставил я себе цель, пока я не пройду, я стрим не завершу. Ну, то есть там... Нет, ну, это, конечно, глупость, но... Допустим, вот такая цель. Пока я не пройду, я стрим не завершу. Такое гейм-центр с Икс. Ты уже будешь играть то чтобы вы игрете, не при зрителях, а сам как бы у себя, когда на тебя никто не смотрит. И потом ты уже выходишь на... Итоги, когда ты уже повышаешь скил, когда ты её можешь пройти, ты уже выходишь на результаты, играешь при зрителях. А не получается, как? Играть самому неинтересно, играть по тактике тоже неинтересно? Я вообще люблю, ну вот, например, играть на скорость. Вот мы будем в воскресенье со сколоном проходить на скорость Holy Diver. То есть, как бы, никаких ферстранов, кто как хочет, так и тренируется. Ну вот, мы будем играть именно, у нас такие в Dendy Forever есть спидраны. Ну, причем мы уже записали какое-то определенное количество, сделали с них видео. Но это именно, что спидраны, то есть, каждый готовится к себе, потом они выходят, и два человека проходят игру на скорость. И кто впервые ее пройдет? То есть, именно да, вот это интересно, что как бы готовишься, ты к этому тренируешься, к прохождению на скорость. Зная, например, какую-то игру специально, зная, например, что ты будешь играть в Мэггэмэн в воскресенье, и не играть в него специально, не тренироваться, ну, это все, это не мое. Я бы, например, я бы в любом случае тренировался, поэтому даже мне не предлагайте такие ферстраны. Ну, я сразу говорю, я там не участвую, никогда не буду. А тебе не кажется, что это самая настоящая проверка скилла? Истинного скилла? Проверка скилла это сложный, ну, проверка скилла это прохождение самой сложной игры. Вот это именно, это, да и проверить, есть свой скилл. Это проверка усидчивости, а не скилла. Это проверка... Скилл это, когда ты подбираешь стратегию и проходишь игру в первый раз, вот это я настоящий скилл. Ну, ведь скилл это не прохождение... Можешь спорить, но я упертый человек. Скилл это не прохождение казвальчины, это прохождение сложных игр. А пройти казвальчину любой может. А вот именно пройти сложную игру далеко не любит. Ты уже имеешь в виду то, что Megaman это казвальная игра? Я вообще говорю, Megaman это средняя. Ну как, я в неё ещё не играл, но я не думаю, что там что-то у меня такое будет. Ну, я уже видел, по крайней мере, прохождение, как в этого Megaman другие играли там на стримах. Ну, как его проходили. То есть я не думаю, что что-то там бесконечное и континью. В следующих частях есть вообще система пароля, которую можно использовать. Я не думаю, что хоть что-то у меня там вызовет какие-либо затруднения. Ну, если в игре бесконечный континью система паролей, ну, а что там проходить? Ну, просто так. Так, а вот ты говорил чит в Adventure Arendt. Ты какой имел в виду чит? Чит, это нажимается комбинация на титульном экране. Давайте про это не будем. Давайте про это не будем. Или стоп, это ты имеешь в виду пчёлка в Adventure Arendt. Пчёлка, опять, это пчёлка. Самим читом является нажатие на комбинации. В Макаймуре тоже есть комбинация, кстати, если на то уже пошло. Давай вот только вот про Adventure Arendt и пчёлку давайте не будем говорить. Ну, да, можно как бы и не быть. Но у меня есть, и это не только моё... Я имею в виду, то есть, если это возможность, которую всунули разработчики. Ты же сам говорил, то, что... Естественно, подожди, нажать, играть в GTA и нажать на клавиатуру Panzer, и тебе на голову свалится танк, это возможность, которую всунули в игру разработчики. Ну, вот это является читом. Эта возможность как бы является читом. Она и есть в категории читы, если что. О ней открыто не сообщается. А в Adventure Arendt тоже не сообщается открыто про это. Давайте не будем, это спор, это... Женя, ты уже всех задолбал этим спором. Да, я же говорю, это точно, что можно просто оставить этот спор, потому что всё равно... Переходим дальше. Может я зайти в киноманию и почитать, ну, в киноманию, там под картинкой этой игры, почитать всё, что об этом думаю. Там очень много всего. А, кстати, вот ещё такой вопрос у меня, ещё раз, в последний раз, про эту пчёлку. Про неё писали в мануале? Да, писали, ё-моё, всё. Если писали в мануале, то это нечить получается. Проехали, едем дальше, ну, блин. Читаем, что у меня там написано. Хорошо, просто я, как бы... Ты уже обговорен, ну, всё. Да, то есть лучше тут просто проехать, потому что тут довольно-таки и жестокий спор. Естественно, у нас здесь не все стримы с такой болтовнёй. Так, ну и вот ещё напоследок вопрос. Думаю, уже как раз можно итоги будет скоро подводить. Этого босса, наверное, я не заварю, потому что это просто... Не знаю, как... Я его очень долго валил. Он рандомная свинья, просто. Ну, не рандомная, надо машинально, то есть... Какой рандомный, он... Да, он... Трафаретный. Трафаретный, да, и бесит меня тем, что он трафаретный. Нет, стоп. То он у тебя был рандомный, то теперь он трафаретный. Ну да, у него паттерн есть, который меня довольно... Сильно раздражает, скажем так. Стандартен, как пробка. Как и все внешние боссы. Ну да, так вот. Вопрос такой. Опять давайте вопрос по поводу уровня сложности. Что, по-вашему, должно меня повышаться от уровня сложности? И считаете ли вы то, что нормально, когда разработчик награждает игрокам, который проходит на суперхарде? Но это в последнее время в играх появилось всякими режимами, типа New Game Plus там, или какими-то анлокнутыми оружиями и так далее. И последнее прохождение с этими оружиями игры, это нормально или как? Я как раз помню наоборот, что в старых играх, в том же Баркстере, то есть Rocket Knight Adventure, истинная концовка была только на Харде. Или там на Нормале, который по сути Харде. Так вот. Вообще у Капкома вроде очень частая концовка только на Харде показалась. У Канами. А у Канами. Контра 3, например, кстати. Ну я скажу кратко, я за то, чтобы труп-концовки показывали только на самой высокой сложности. Или что-то какие-то фичи давали дополнительные. Я считаю, что допустим тот же Хард в Кейвсторе это мазохит. Ну, по поводу вопроса, что должно повышаться от уровня сложности. Я считаю, что повышаться должно то, что придумали разработчики. То есть моя задача как бы пройти то, что они придумали. Их задача придумать повысить. То есть мне абсолютно либо это количество врагов в жизни, либо это меньше жизни. Короче, что они придумывают, это как бы на усмотрение разработчиков. Ну скажем, а что более твой дух Хардкора как бы больше... А я не играю на лёгких уровнях сложностей. Вот, вот. Я не знаю, что именно на них. Я оставлю только максимально. Я имею в виду, что тебе ближе как бы... От чего ты будешь в большем восторге эти разработчики именно это усилят. Какой ты челлендж перед собой ставишь, когда... Я не кота не обращал на такое внимание. Мне в основном моя задача пройти игру. То есть и всё. То есть и что конкретно они усилят, я не знаю. Мне как бы в принципе всё равно. Я же говорю, разные будут игры. И рандомные, и на тайминг. На жестокий тайминг. И скроллеры. Ну то есть... И причём... И все есть как бы... В каждом таком виде есть представитель свои. Макай Мура, например, это представитель рандома. Представитель тайминга это остров. И представитель скроллеров это... Космик Эпсилон. Вот это нонзерворд режим. Сложный. То есть в каждом жанре свои очень сложные игры. Просто вот мне вот всегда вот такой подход не нравился. Разработчиков. Который называется тех же щей, да побольше можно сказать. То есть когда ничего практически в самой игре, в механике геймплея не меняется. А, например, добавляют... Просто враги становятся более бетонными, скажем так. Вот это вот мне всегда как бы так... Небольшое разочарование я испытывал от игры, когда хард он именно такой. И ты... Но не просто так повышают. Например, делают их очень трудноубиваемыми при этом. То есть ты уже как бы удовольствие от их убийства не получаешь от врагов. А скорее ты... Как такая рутина такая у тебя... Возникает перед тобой. И ты... Вынужден бить их дольше просто и все. То есть... Я просто смогу сказать, что я не играю на Изи, ну и на Нормале. Ну я не знаю, что конкретно там на этих. Если современную игру брать, то да, современную игру я могу. Я на Нормале тоже не играть не буду. Если мне надо пройти в эту сложную современную игру, Я сначала выставлю самый легкий уровень сложности, чтобы узнать, куда идти, узнать маршрут. Ну то есть, куда идти, что делать. А потом уже выставлю самый сложный. То есть средних у меня как бы не бывает. Легкий это та же самая тренировка, ну чтобы потренироваться, чтобы маршрут выучить. Ну чисто, как что там будет сложного. Ничего. Ну просто, чтобы узнать, куда идти. А хард это уже как бы... Это уже истинный режим. А легкий это будет для меня тренировка. То есть, вот ты говорил то, что ты смотришь видеопрохождение, да, изначально? А вот это не будет ли твоей тренировкой? Зачем же сразу Изи запускать? Почему нельзя? А если, ну, во-первых, это касается современных игр. А если нет, например, видеопрохождения? Ну, вот я, например, когда тот же самый Сталкер проходил, второе Чистое Небо, не было абсолютно никакого видеопрохождения. Пришлось всё как бы самому думать, куда идти. И что, по-твоему, это плохо? Нет, я просто хочу сказать, что сначала я прошёл на лёгком, чтобы узнать вообще, а куда мне идти, а что мне делать? Да, плена, плена, потому что сразу же на харде играть, ёмко. А потом я уже играю на харде. А вот скажи, почему бы не сыграть на харде в первый же раз? Можно и так, я просто экономлю свое время, думаю, что если я буду играть сразу же на харде, больше времени потрачу. Аааа. Не, ну так подожди, а в NES... Я, если честно, фигею. В любую... Не, ну хорошо, а в NES играх тренировки везде можно тренироваться. А эмулятор NESейвы для чего? Для того, чтобы тренироваться. А потом ты же играешь как бы под запись в нормальный режим. Да, я хочу сказать, что не только я от этого офигел. Всё-таки как-то с хардкорщиком это не стыкуется. Прохождение на изи, чтобы узнать игру. Это называется тренировка. Но я могу сказать, что я в современной игры давно уже не играл. Ну, по крайней мере, я таким образом проходил Dead Space второй. Сначала на легком, потом на максим... А, там, кстати, надо вообще пройти на каком-то уровне сложности, чтобы максимально открылся. А вообще на любом. То есть зачем мне проходить сначала хард, а потом... Ну, то есть я буду напрягаться на харде, а потом ещё буду там... Да не знаю, как он... Ну что, я сразу... Следующий называется. Ну, там он закрыт, этот уровень сложности. Чтобы её открыть, надо сначала пройти на любом, а потом и только потом он откроется. То есть вот для начала надо открыть. А я сразу прошёл на харде, потому что... А потом ты играл ещё на более сложности? Нет. Ну, вот... А я прошёл на более сложности. Ну, ты просто потратил удвоенное время, чтобы сначала просто пройти игру, которая тебе с лёгкостью даётся, которая сложности не вызывает, интереса особого не приносит, чтобы потом пройти ещё раз по уже известному маршруту. Ну, подожди, но ты же понимаешь, что прохождение, например, на харде и прохождение на very hard, что прохождение на very hard, оно как бы более ценное, чем просто прохождение на харде. Значит, ценное. Ну, вообще имею в виду, харда-то не максималка. Максималка-то very hard, ну, в гид-спейс. Ну, это что выше харда, где там 4 уровень. Не, я знаю, но если я когда-нибудь буду переигрывать, я, конечно, уже там на very hard... В итоге ты потратишь больше времени, пока ты пройдёшь сначала hard, и потом ты ещё пройдёшь на very hard, ты потратишь больше времени, и я... Я на обоих прохождении получу удовольствие, а когда играть на easy, какой в этом интерес вообще. А это изучение маршрута, ну, то есть называется изучение маршрута, изучение как бы... Так я и на харде могу всё изучить. Пускай там... Да, заодно как раз будешь знать, что от монстров ожидать. Я могу по этому поводу только одно сказать. Не важно, как ты тренируешься, главное, конечный ну, то есть конечный результат. Конечный результат, вот, например, прохождение моей макаймуры, прохождение тоже самого дид-спейса на максимальной сложности. Как ты тренируешься, ну, это твоё личное дело. Главное, это вот конечный итоговый результат, что ты пришёл в этой... После своих тренировок что-то можешь выдать. Вот это есть, как бы, результатом. Какое удовольствие тогда от игры, если ты, допустим, посмотрел прохождение на ютубе уже. Ну, кстати, здесь говорили про то, что, вот, типа, если проходить мегамена, использовать только самое подходящее оружие, то все боссы валятся легко. Вот здесь такая же ситуация, что, типа, если играешь на easy, многих вещей не замечаешь, так как убиваешь врагов слишком. Дело в том, что ты же после easy, потом проходишь ещё на самой максималке. Ты играешь на easy чисто ради тренировки, а не ради понимания механики игры, скажем так. Там достаточный уровень сложности для интереса. Ну, значит, у каждого своё понятие интереса. Тут уже... Что-то можно сказать. У каждого своё понятие интереса. Для меня, например, в основном главное это конечный... Ну, не то, что конечный результат, но именно. Ну, сам, по крайней мере, конечный результат и сам процесс прохождения на максималке. А тренировки? Ну, тренировка — это тренировка. Ну, ни у кого не будет больше того, что можно добавить, да. Что-то все так замолчали. Брикман, Амкол. Ну, я вроде уже прокомментирую как-то давно этот вопрос. А, Амкола что-то не слышал. Я, наверное, всех в тупик поставил. Мне нечего добавить. Мне просто нечего добавить. Ну, если чатики уже некоторые прям в бешенстве. Из-за чего? Это непонятно. Некоторые-то зрители или кто? Да. Зрители. Что-то мне ничего не пишется. Может, мне обновить надо? Ну, что, ещё будут вопросы? Ну, я думаю, всё уже. А, а... Так, что? Там кто-то что-то сказать хотел? Нет, всё-таки я вспомнил, что вот насчёт того, что должно повышаться от уровня сложности, я уж так толком и не ответил. Что, ну, да, получается, что должно повышаться от уровня сложности. Ну, если, например, боссы становятся более интересными, к ним новую тактику, можно придумать, нужно придумать. Враги новые, допустим, размещены. То, что если уровень сложности просто нету континью, там, нету жизни, нету ничего. Видит, ё-моё, не волнуйся, это так, снэп. То, что или то, что нету жизни, нету континью, или то, что как раз вот боссам тупо надо нанести больше ударов, вот такое я не одобряю. Ну, разве что, за исключением, если нормальный режим слишком лёгок. Ну, это... Вот так. Исключения не везде. В современных играх, к сожалению, нормальный режим зачастую слишком лёгок. Ну, в современные игры я, как бы, играл в последний раз довольно-таки давно, но, по крайней мере... Ну, Dead Space 2 относительно современная игра. Нет, естественно, я имею в виду. Просто, если мне понадобится, например, пройти современную игру, то у меня на любые игры есть свои методики тренировок. Хоть на современные, хоть на ретро-игры. Я везде найду, каким-либо образом потренироваться, скажем так, перед основным прохождением самого сложного режима, или что в этом роде. То есть я в любом случае найду себе методику тренировок, в которой я буду играть. Да, вот я, кстати, играю в тот... Хоть ты даже... Даже, смотри, если тебе надо потренироваться, например, в современной игре, ну, ты не знаешь, например, откуда идти, вообще всё. Там тебя убивают, там нет, например, никаких уровней сложности, вообще не знаешь, куда идти. Ты можешь себе какой-нибудь тренер на бессмертие скачать и потренироваться с бессмертием, просто по маршруту задать. А куда же мне сейчас идти? Всё, а потом ты заводишь, как бы, нормальный режим уже потом. Ну, то есть ты, как бы, тренируешься даже с этим тренером на бессмертие. Потом ты заводишь нормальный режим. Ну, хотя я так ещё ни разу не делал, потому что, ну, в принципе, не надо. Так не получится. Я уже тебе по горькому оботу скажу, то что так не всегда получается. Маршрут узнать не получится. Маршрут узнать, а маршрут... Не, маршрут, если ты не знаешь, куда тебе идти, ты тупо заблудился, тебя каждый раз убивать, тебе нужен маршрут. Где прохождение, допустим, не нету. Ну, мало ли, новая какая-то игра, или был облом, кому-то её записывать. Всё-таки эти же игры тяжелее пишутся. То есть, чтобы узнать маршрут, ну, именно конкретно, куда надо идти, ты можешь себе даже скачать какой-нибудь тренер на бессмертие, пройти, узнать, где смерти маршрут, ты уже будешь знать, куда тебе идти. И потом ты уже будешь играть, уже играть по-нормальному, именно на результат. Чтобы пройти игру... И придите мне Зельду без всяких подсказок со стороны, а потом вещайте, так? Зельда не игра. Но это уже, наверное, вкусовщина пойдёт сейчас, поэтому... Да, не надо Хэгвар. Пока что не надо. Так, ну, и ладно, давайте тогда уже закругляемся. Я думаю, ещё может стоит обсудить список вот этих самых сложных нас игр, ну, чтобы все знать. Ну, давай, можешь озвучить список. Про хардкор говорили на самом деле, мы же не конкретно про Денги. Нет, ну, это понятно. Пусть скажет человек, который играл, какие игры он считает сложными, чтобы мы поняли лучше. Я, во-первых, я назову какие игры, я расскажу, как этот список будет составляться. Ну, во-первых, какие игры пока что на данный момент туда входят. Первое и второе место. Ну, это пока что, это всё ещё может меняться. Занимает Макаймура и Космик Эпсилон в режиме Another World. Да, кстати, о способах составления этого списка, что игры туда будут попадать, которые проводят, ну, именно, максимальный сложно, то есть если в игре есть максимальная сложность, то, естественно, эта игра будет попадать именно на максимальное сложности. Если скрытый какой-то режим, ну, например, как в Buckyohar, это Hard режим, то, естественно, на Hard. Ну, то есть на максимальную сложность их туда попадают. Хардкорных игр можно много найти. Мне кажется, если сейчас их всех перечислять, то это у нас еще на час растянется, тупо. Ну, я не согласен с тем, что надо их перечислять вообще. Это будет всего лишь пока что штук шесть игр. Ну, это Космик, Эпсилон и Макаймур, это первое-второе место. Это Дэнди только. Да. Это Дэнди только. Ну, пусть назовет хотя бы игры. Да, вот только называй, не объясняй. Я называю. Потом, третье-четвертое место, это Остров, естественно, обеспечил и куча кибита СДФ на уровне сложности по. Пятое-шеестое место, это Панчак. Там есть режим Motherworld, киртку какой-то, в котором надо 8 соперников пройти именно с одной жизнью. Если тебя убьют, то ты будешь проходить все сначала. И это МиГ-29. То есть тоже есть такая игра. Ну, еще пока что, что еще есть на подходе, игра Red Racer, которую еще как бы никто не проходил. Ну, с полон говорит, что эта игра очень сложная. По крайней мере, она может даже войти в первое-второе место, что-то в этом роде. Еще есть Red Racer, который как бы, ну, я за него еще не брался, но как бы еще так толком не играл. Ну, такая же игра на подходе. И, в принципе, как этот список будет составляться, любой может принять участие в составлении этого списка, предложив свою игру. Но для того, чтобы выклинуть какую-то другую игру из списка, например, кто-то считает там Cosmic Epsilon легкой игрой. То есть он должен ее пройти на стриме с реквестами. То есть если он покажет на стриме, что да, действительно, для него эта игра легкая, тогда он предлагает свою игру. Тогда будет рассматриваться его. Игра уже в качестве его будет кто-другой проходить на стримах. А просто там, если, например, никто, нет смысла спрашивать, если человек не проходил ни Остров, там, без чего, ни Макаймура он не проходил, то его мнение, как бы, что сложнее Остров или там Макаймура, если он ни то, ни другой не проходил, ну, как бы, интересовать такое мнение не будет. То есть участок могут только те, кто проходили конкретно эти игры. Так, ну ладно, сейчас, что, уже запоминаться пора. Ну да, у кого есть какое последнее слово, скажем так, на путьстве, может, кто? Ну, я могу сказать, что играть надо все-таки для удовольствия, а не для галочки. Вот, я все сказал. Там кол. Аналогично. Согласен. Я так могу сказать, что каждый от своего получает удовольствие. Кто-то от результата, кто-то просто практикает какую-то современную игру. Ну да, от галочки, да, мы это поняли. То есть я, в основном, получаю удовольствие именно от результата. Ну, как бы, от результата. От факта того, что игру прошел, да? Да, причем... Нет, если сложная игра. На максимальный срок. То есть ты удовольствие только от сложных игр получаешь, да? Нахрена ты при этом проходишь на аизе? Нет, нет, ну на аизе он объяснил. Я сказал, что это тренирует. Да, а вот, например, неужели ты не получаешь хоть какую-нибудь там частичку удовольствия, скажем, от Чипа Дейла, скажем так? Почему? Получаю, ну я его прошел, но Чипа Дейл можно... Не просто проходить, можно еще и на скорость играть, или что-то в этом роде. То есть ты все время перед собой ставишь какую-то цель? Просто так поиграть, у тебя... Нет, у меня цель, так скажем, в основном одна, это пройти игру до конца. Ну, то есть если я взял, вот я с 2009 года, какие игры я проходил полностью, я ни одной игры не бросал. Если я решил пройти эту игру, все, я буду играть, пока ее не пройду. Все, то есть я выбрал, что все, эту игру я прохожу, все, я в нее играю. И пока я не пройду, как бы я... Пока я не пройду, ничего там я не буду. Так, эээ... Могу говорить? Да, конечно, да. Ну вот, эээ... От чего я получал удовольствие? Я могу, например, получить удовольствие от того, что вот я играю, я сражаюсь с сложным боссом, там, переигрывал очень много раз, эээ... И вот и я могу получить удовольствие от того, что я сам догадался, как его валить. Ты про его напизыгай? Ну, тогда я не получал удовольствие. Все просто. А когда уже прошел игру до конца? Не, ну... Да, пожалуй, некоторое удовольствие все-таки есть. Но... Игра достаточно специфичная. Да, вот по поводу... По поводу очень сложных игр, хочу сказать то, что, да, иногда... Уже в процессе удовольствия не остается никакого, и... Это, я говорю, крайность под названием мазохизм. Да, и ты уже... Многие сказали. И уже та самая галочка, на которую все так скептически фыркнули, кроме, разве что, Женя, эта галочка становится такой вожделенной и желаемой. То есть просто пройти игру, чтобы к ней больше никогда не возвращаться, возможно, или просто, что факт, что ты сам прошел. Просто это тут в чате фигеют у нас просто так получилось. То, что совпало с первым стримом на СК-2ТВ, у нас не каждый раз здесь болтовня такая. Да, это специально для болтовни, скажем так, был выпуск. Был стрим для болтовни. Тут уже пишут про Путина что-то, поэтому... Поэтому думаю, что когда уже пишут про Путина в игровом стриме, значит, что пришло время заканчивать, собственно. Ну еще, я могу последнее слово... Еще, ну, последнее... Последнее, последнее. Да, я лично считаю, что можно пройти любую игру в мире, официальную, не какие там хаки, как я уже говорил, что хочешь в редакторе сделать, а любую официальную игру в мире на максимальной сложности. Разница в затраченном времени. Если есть любые игры, то есть с обращением прохождения игр за деньги, ну, обращайтесь, я считаю, что можно пройти абсолютно все. То есть, если игра официальная, а не какой-то там хак, в котором сам кто-то дыр на уровне наставил. Или еще что-то. За 200 баксов ты что угодно пройдешь, да? Ну, я считаю, что могу лично пройти, по крайней мере, я еще не встречал игру, которая меня бы одолела. Интересно, сколько времени... Сколько времени ты будешь... Это MMORPG, которое нельзя пройти. В Dungeon Crow Stone Soup. Кого? Dungeon Crow Stone Soup. Я даже не знаю, может таки заплатить тебе 200 баксов за прохождение? С удовольствием. За 200 баксов с удовольствием. Единственное, что могу сказать, MMORPG, они как бы не являются... Нет, это не бутерброд. Их нельзя, нет, я знаю. MMORPG, как некоторые, их нельзя пройти. То есть, как бы, во-первых, там каждый раз, когда игра пройдена, разработчики добавляют каких-то новых... Ну, не то, что пройдена, но убить самый мощный босс. Там нет, как бы, ни финальных титров, ничего. Разработчики добавляют что-то новое. Потом, там тебя могут забанить, например, в игре. Ну, ты что-то не то сделал, тебя взяли и забанили твоего персонажа. Да при чём тут это, слушай, ты... Нет, это просто онлайн-мир. Я просто говорю, что такие игры, как бы, не являются... Мы этой темой не касались, ё-моё. Я просто сказал, ну, Вов, пройди за 200 баксов. Да, ну, вот сказали, боже, как я говорю. MMORPG, как бы, они вообще не проходят. Это просто онлайн-мир, в котором ты, как бы, живешь... Ну, в котором ты, там, делаешь какие-то действия. Потом тебя могут забанить или ещё что-то в этом роде. Отобрать у тебя там что-то, ну... Ну, я тебе хочу сказать то, что и некоторые синглплеерные игры от патчей тоже иногда очень сильно механика меняется, поэтому тут уже... Бессмертный шреддер в третьих черепашках, это результат хорявого взлома, а не оригинального. Да, да, это не оригинальная игра. Это, ну, то же самое, что, пожалуйста, хаки, что тут... Ну, хаки, то есть, пиратские игры какие-то там с изменённым балансом. Это неофициальная игра. Так, и вот, в очередной раз подведём итоги. Как вот мы сегодня уже пообщались с нашими гостями, у каждого разное суждение о понятии самого хардкора. У меня она может быть самая, скажем так, мягенькая среди здесь присутствующих. Но дело в том, что я никогда перед собой не ставил каких-то целей, чтобы как-то изловчиться, пройти игру на сложном. Всё-таки я ставлю процесс прохождения и получения, ну, удовольствия, например, от игры превыше каких-то выполнений, каких-то целей, которые ты сам себе поставил. То есть, если разработчики держат меня около игры, где я могу, где мне интересно играть, то это уже хорошо. Если игра при этом сложная, довольно интересная, можно сказать, хардкорная, то это ещё больший плюс будет, так как играть становится, мне кажется, интересней. Ну, конечно, в меру хардкорная, не маразм, как говорит Брикман. А вот такие вот игры, вполне, было бы вполне, вот я к ним хорошо отношусь. И не стоит, я думаю, как бы так, скептически относиться вот к высказываниям Жени по поводу того, что он, как уже сказали, до какой-то галочки играет у каждого. Я думаю, своё видение, своё видение этого удовольствия от игры, думаю, не стоит, как бы, так вот относиться, если человек именно так видит процесс прохождения игры. Если он так всё это и воспринимает, просто предлагайте ему сложные игры и получайте вы уже удовольствие от его прохождения на очень сложном режиме. Платите 200 баксов. Да, платите 200, платите 1000 баксов, если хотите что-нибудь интересное. У кого какие будут дополнения? Я вот только хочу сказать под конец, вот почему я лично играю вообще в сложные игры. Потому что вот ради эмоций, которые остаются после прохождения. Вот меня спрашивали, почему я играл ООНа без ИГА, игра спорная, мало кому нравится. Когда я её прошёл, у меня была просто невероятная радость, просто и счастье, которое я не испытывал со времён, когда вот в детстве на консоли очень сложную игру проходишь, в которой месяц не мог пройти. Вот я подобные ощущения испытал, и после этого понял, что хардкорная игра это моё, и вот такое, можно сказать, я гонюсь за подобным ощущением. Когда вот пройдёшь игру, и просто приятно на душе, что ты вот смог её одолеть, у тебя такое облегчение огромное. Вот, собственно, поэтому я играю в сложные игры. Вот так. Ну, думаю, на этом передачу мы, наш стрим, точнее говоря, передачу, может что-то заговариваться-то. На этом мы наш стрим закончим тогда. Если... Запускай халфу. Да, всё, может Винтик запускать свою халфу. Да, всё, всем пока. Всем пока, до скорых встреч. Играйте в хардкорные игры. Тримерами будет, но пока я с СК2 всё уберу. Да, всем спасибо, и получайте удовольствие от игр. Самое главное. Спасибо. 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 Продолжение следует...